Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, секунду, смс пришел Так, все, ребята. Отлично, мама придет через час с Чарликом погуляет. Субтитры сделал DimaTorzok Так, сеточка подъехала, ребят. Давайте-ка посмотрим, кто тут и что. Добавлю-ка я сразу в описание правильную ссылку с сеткой на все, что нужно нам, чтобы вытыкали. И сразу сетка открывалась. Так, кассы МГУРАЛ. ГУРУ, кстати, здесь рядом с кассом находится, между прочим. Кассу идти, чтобы потом посмотреть, как ГУРУ играет. ПЕК, 80, КУЛТИ. Так, БЕС, НЕРАЗИМ, ТОМИК ГАН, ЛАДРОГ. Так, ВАНЯ здесь ниже. Скилл из Биггилова, скилл из ЭНИГМА, возможно, будет. Мастер Васи здесь находится недалеко. О, 3DB, ЮНИКС, кстати, интересная пара вначале тут мотик. Так, СОУЛ здесь снизу. Так, какой-то Димага снизу еще, хуйня, да? Ну, будем смотреть, будем смотреть. Не знаю, я думаю, может, кассу ломануться. Либо ЮНИКС 3DB, либо касса сейчас застримить. Посмотрим. Хочу прыгну куда-нибудь, сейчас посмотрим, куда. Ну, касса я точно вижу. А вот что-то больше никого я... Значит, 3DB, например, с ЮНИКСом я чуть не наблюдаю. О, будет Микроб. Это, кстати, тоже буржуйский игрок. Какой-то он там то ли Финн, то ли я не помню кто. Будем. А ты чё, Вердус, не играешь, я не понял. Так, Неразима глянусь, что ли, с кем он там бьется у нас. С Томмиганом, посмотрим, чё. У кассы ничего пока не происходит всё равно. Димара, где-то снизу там вообще. Попроб Самский глян Hack сutil. Тут будет место. Томмиган. У sure. У�б. Не знаю, как же. У меня нет. Вердус, это руководство. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Вот. Делаю такое. Так, ребят, еще у меня есть просьба к вам. Найдите мне, пожалуйста, ссылочку или скажите, где в батленете смотреть, как купить этот пак скинов на юниты к готовиться вот этому турниру и им готовиться. Тут адептами прессуют не разим. Одним адептам уже наубивал 5 собак, офигеть просто вообще. И вот тут два адепта уже, а тут Беллинг Нестлинге, похоже, Томми Ган немножечко струхнул здесь неразимо и решил его забеллинг бастить. Ну, здесь все закрыто, в общем-то, в проходе, я насколько вижу. Так, собаки вперед выходят. Адепты заходят в контратаку. И это будет больно, это будет больно и неприятно для зерга. Зачем лететь только вбок, я вот понятия не имею. Ну, тут можно, кстати... О, дроны вперед выдвигаться. Адепт зажат, приятного мало. Адепт падает. Сори, фу-комментарии. Так, ну, тут Беллинг Баст, неразим, подготовился, стенку закрыл полностью. Оракул ждет, ГГ, Томми Ган пишет, это победа, неразим дальше идет. Так, нету ботов на Твиче, сколько вам говорить. Сетку я только вручную могу скинуть. И вообще следите за гудгеймом всегда. Заходите на ГГ-канал, здесь всегда есть сетка, здесь всегда всем рады. Дело такое. Так, на Ютубе я чат иногда проверяю, но не всегда у меня получается сделать. Он мне в общий чат пока не встроен вообще. Так, Биги Лоу там что-то ждет. А что у нас здесь вообще происходит, кстати? Кстати, у Демаги этот гудд-микроб там снизу. Я не помню, с какой он расой играет, этот гудд-микроб. Так, а Каз начал драться, мне интересно. А вот я не уверен. Так, браток, что-то не стал играть, ем, а менее минуты Каз в игре. Я сейчас мог успеть запрыгнуть сюда что ли получается. О, у Неразима появился оппонент. Чё, к нему дальше пойдем. Давайте пойдем, чё бы и нет. Так, давайте пойдем. Сол, ребята, сдаётся, поляк. Говорит, у него много людей, а времени мало. Сол, ребята, сдаётся. Трофейный фонд. Так, а в батлнете что, нельзя посмотреть? Ссылка. Батлнет же это отражение Старкрафта. Просто я хочу найти. Сколько он там стоит? Просто в рублях. А, вот, прямо на батлнет старкрафт заходишь, сразу там приобрести, выскакивает эта хрень. Я не понял, было 797... А, 1700... 1200 все стоят вместе, понял, короче. Бля, мне не надо на зергов. Мне надо на... Тиркропсов и тиранов максимум, блин. Ну что? Зеро против Неразима. Пвп у нас здесь. Короче, не будет соул играть, так понимаю. Тиркопсов и тиранов. Тиркопсов и тиранов. Да я вижу, штуку 200 он стоит за все раз. Мне просто Принц Игорь штуку 300 скинул, как бы, на этих юнитов сегодня. Вот. Я думаю, как бы сэкономить. Но не получается никак. Ну, забротцев хотя бы надо взять будет. Так, тут пришли две сталкера, пробочку минуснули, а Неразим отогнал сталкеров оппонента. Пошла батареечка, щиту вставится, роба, здесь уже роба почти готова, кстати. Я не знаю, как этот Зеро играет, на самом деле, насколько он силен, не силен. Пока пытается прессовать Неразима, я смотрю, Неразима ошибается в контроле, сталкер одного подставляет сейчас. Ну все, пора спускаться, батарейка сталкера перезарядила. Руба и Твайлайт дома подъезжает, где-то можно открыть уже. Неразима Нексус чуть раньше. Так, здесь Соплайблок просто какой-то дикий славил чел. И да, пилон уже по факту закал, то есть он думал, что Нексус достроится. Там до Нексуса еще полминуты, блин, на такой ранней стадии полминуты Соплайблока до смерти подобно просто. Так, ну Неразима больше рабочих, блин, заказан. Имморклок почему-то даже не строит, он не знаю почему, они помешали бы. Лаги, жесть. Во-первых, пробуйте исходным качеством пользоваться. У кого-то лаги, у кого-то... Все прекрасно так было до переезда Гудгейма, так, к сожалению, и после переезда осталось. Но здесь я ничегошеньки сделать с этим не смогу, ребята. К сожалению. Ну, а мы смотрим, соответственно, РЕК КАП, соответственно, турнир от команды РЕК. У нас здесь будет, соответственно... Я не знаю, сколько человек, но на 64 человека сетка сделана, и практически никто не получил тех вина. Есть некоторые... Все около 64 человек участия принимает, это неплохо. Так, ну тут идет какой-то пуш интересный. Без пилона, без призмы вообще, без всего. Прогнал немножечко Неразима и ушел сейчас товарищ. Кстати, у него почти глефы доделались, а у Неразима какая технология? Никаких технологий у него не делается. Он на блинке выезжает сзади. Если бы сейчас блинкался вперед, догнал бы, кстати, центрей. И отдать центрии в этой ситуации, это очень печальная была бы схема, конечно. Минус иллюзия. Заметил на халяву, что Неразим выход делает. Продолжение следует. Вот Неразим пришел Филдами все закрыл Так Прикольно, короче ТП шнулся на мейн А Неразим на вторую ушел в итоге О, филдец пошел Можно забрать ИМА сейчас еще одного Отблинкнуться от ИМА И забрать все остальное Еще один филд кривой от Неразима Но этого достаточно Вполне, короче, победа Неразима развел Оппонент своего очень-очень жестко Но не равно уровне игры Очевидные игроки, да, как бы Все понятно здесь, что происходит Можно этот Некус пойти Отменить на самом деле Да можно убить уже Хотя четыре ИМА сталкера Если гвардиан им рубить Сейчас пять их будет ИМА Сталкером может больно стать ИМА падает раз ИМА падает два ИМА падает, нет, не падает Гвардиан очень сильно решает Третий ИМА падает Четвертый ИМА падает Сверху пятый Разваливает Сталкеру Ну тут все ясно все равно Вот в таких ситуациях надо Когда, вот смотрите Влинкнулся наверх По скилу, как делать Одного ИМА А одним сталкером Кликнуть в нового ИМА Для чего? Он стрельнет И поля За то время, пока Первый залп идет В первого ИМА Вырубится вот этот щит И он пройдет Как бы, то есть Не надо будет наносить туда Сколько он там Сотку демеджа поглощает Лишнюю сотку Наносить не надо будет Так, Энигма Ой, не успел я Че-то надо сразу прыгать было Энигма скилл С норм ПВП Там намечается Но первая Турекс Проходит быстро Правильно, чтобы У1 Мне кажется, делают Ребята Так Не разим Скулти Кстати, будет бить Скулти Там уже Пошатал всю свою часть Сетки вообще Придется, короче Неродимо смотреть Опять дальше Походу, да? Как там у демаги Дела вообще? А браток Что играет? Браток? Нет Тур играет Я вижу, насколько, да? А, игротека Он там какую-то играет Непонятно Че там играет Браток Так Демаг где? Демаг. Демаг . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, говорит, может и бот один тогда, потому что там третий тур уже играют. Ну да, на самом деле, третий турик-то уже играют. Ребят, поддержать можете призовой турнир, там где сетка, на другие вкладки тыкаем. Результат тому турнире. Там есть кнопочка «Пополнить» в правом верхнем углу, под пополнившими, так что можете пополнять. Хардлокинг уже запилил немножечко, спасибо ему. Продолжение следует... Так, ну что? Не разим против култи. Это уже по три, кстати говоря, стадия. ПВП пока что смотрим. Ну а что делать? Пока ПВП, дальше будут и другие матчапы. Тут и КАС играет, и Димага по нижней части сетки идет. Много разных игроков. Вероятно, игра КАС против Гуру в третьем туре, если Гуру. Что-то Гуру странно. Бу-1, а он с Акзисом еще не отыграл, что ли, я не понял. ПАС-МОНООН. ПАС-МОНООН. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, извиняюсь, отвлекся ими... Неразим против Култи у нас бьется, как вы видите. Сныка на пробку у Неразима, у Култи пробка тоже подъезжает сюда. Здесь у нас через Центрю Неразимовский играет. Сталкеры от Култи подходят. Три штучки, кстати. Ещё один делает. Смотрите, какой у него интересный билд здесь. Держит пробку, чтобы не дать ворваться к пробке оппонента. Ну и сейчас, возможно, Нексус закажет. А вообще, я вам скажу, что... Так, пришёл Неразим. Заметил, что Нексуса ещё нет. То есть он понял, что что-то неладное здесь происходит. Смотрите, какое здание строится. На Мэйне вот иллюзия полетела. Ну, короче говоря, более поздний у нас здесь получился Нексус, естественно. Не знаю, что смогут сделать Дарки. Смогут ли они что-то вообще здесь сделать. Но если, кстати, сейчас Култи, например, попробуют вырубить сталкеров с Центрями вот здесь вот... А, Неразимый Май ещё заказывает. Ничего себе. Проходят Дарчи. Неплохой фил. На Апилон на второй рубануть. Что и делает Култи. Так, успеет Нексус урубать. А чё, Неразимый Апса-то? Смотрите, Иммортала не отменил. Апса не заказал. В итоге Нексус потерял. Уп, ТП делает. Куда ты ТПшишься? Зачем? О, смотрите. Остались. Этот баг сработал. Вот специально, что ли, Неразимкер такую учудил. В итоге все синюшные остались здесь, юниты эти. Решил батарейку не добивать. Нет, всё-таки решил добить. Батарейки вырубает. Да, ещё куда повесить не стрим. На Тейл больше стрим не повесить. Короче. Прикольно. Они такие нормальные при этом. Прикольный баг, наверное, пофиксит дальше. На Тейл-стрима больше не будет. Я их имел в виду. О, циркул соточку добавить. Смотрите-ка, спасибо за поддержку Турика, ребят. Поддержите и мой канал тоже по возможности. Вот, но... Турик будет круто, конечно. Если вы будете поддерживать. Почему бы и нет. Так, идёт Неразим вперёд. Своими юнитами полутелепортированными, полутелепортированными. Это будет пуш с одной базы. Так, добавляется ещё два. Вот нахера ставить четвёртый гейт здесь, ты пушишь. Поставь ты его здесь. Варп нормальный, быстрый хоть будет, блин. Ну, култе Архон плюс Толкера плюс Батарейки. Три штуки уже есть. И четвёртую ставят вообще. Так, ну минусы Мурт не, здесь култе отбивается. Это видно. Ещё по Батарейке бы дрался, молодцом бы был вообще. Но култе решил здесь в чистом поле разберёт Неразима. И ведь разобрал он Неразима в чистом поле здесь. Ну, это ГГВП, а стопудово я не знаю, чё Неразим хочет сделать. Однобазовый пуш просрал. Тут вообще шансов нет больше никаких. Это очевидный абсолютно момент. Ну, кстати, контрдарки могли бы сработать неплохо. Месторождение минералов истыщено. Месторождение минералов истыщено. Так, ну надо Неразима ждать ещё. Касс что-то там ожидает, кстати. А, о, Гуру всё-таки играет. Оказалось, всё норм. Прыгаем у вторую карту. А дальше видно будет там уже чё к чему. Кто победит, кстати, в одну четвёртую попадёт как раз в часть сетки, где Касс Гуру бьётся. Я думаю, Касс Гуру надо посмотреть на самом деле. Будет нам попытаться ворваться туда. Ну что-то там. Будет нам попытаться ворваться туда. Так, это всё-таки. Всё, всё-таки. Так. Я тут хост оказался. Поехали. Так, ну что, Култи 1-0 повел против Неразима, карта номер два. Слушайте, я думал, что Неразим маленько даже хаворит. А нет, оказывается, Култи-то разваливает тут кабинет. И разваливает прям очень неплохо, я вам скажу. Так, секундочку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, в общем, у нас какая ситуация? АДЕПТА на АДЕПТА от Неразима Култи. У Култи Старгейта, у Неразима Робот делается. А что это значит? Что у Неразима не, ну что всё плохо как бы, но у него может быть в перспективе плохо, потому что, ну, АДЕПТА, конечно же... Хотя похожие скины, но всё-таки разные. Это у Култи стандартный АДЕПТ? По-моему, нет. Ё-моё, телепортнулся, кулки тут в рамку Накидываю тут сталкеру дамажича Кого сталкер-то пошёл? Э-э-э, а чё кулки боится вообще не боялся? Сталкер стоит тут Зажатый, бедняжка Сейчас адепты его тут просто запетушат, блин Минус сталкер Здесь у нас неразим стоит, а адептами ничего не делает Феникса начинает строиться То есть даже не иморт, а феникса, что ли? О-о-о, адепт через адепт пролетает Неразим на мейн прям проходит Чё ты делаешь, кулки, братьюнь, ты чего? Два феникса есть Надо поднять одного адепта Второго придётся зашатать именно адептами Зато неразим спалил билд И неразим четыре пробки умудрился убить Ещё бы он до конца фокусил бы Он пятого точно бы забрал бы Так, здесь до сих пор адептом разводят Но кулки-то, а не ксус третий Второй есть, простите И фениксы И фениксы тут шатать начнут Чё, неразиму быть фаворитом? Ну, я так думал Неразима больше видно как-то, чем фокусил Нас ждёт славный бой Телепортация завершена Телепортация завершена Телепортация завершена Он против фениксов ничего сделать не может Я так понимаю Боится он или чё Пришёл, ушёл Короче, здесь мог бы лифт какой-то помочь Нет, здесь фениксы в мясо всё законтрят Они, во-первых, могут Сентрии поднять И Мортла поднять И они могут призму сбить в конце концов Так, летает Култин Давайте фениксов на муве сливать будем На батарейку идти На батарейки поля пополнить Феникс Чё Култин будет-то? Сталкеров всё больше и больше неразима Боевого лимита побольше стало Опа! Иллюзий сталкеров напилил Красавчики Чё, не читер Ну не читер У Неразим Заходят Култи Слушайте, а чё-то Култи как-то убога такой принял Смотрите-ка Неразим давит И давит очень-очень неплох Почему Култи больше имов не строит? Иммертлов не строит Фениксов не строит А как отбиваться-то? Я чё-то не понял У Култи здесь Иллюзии поднимаются Смотрите, просто На иллюзии тратятся ресурсы Култи Надо има поднять здесь Под батарейку своим имом отошёл Поднял максимум юнитов и Мортал пытается как можно дольше сохранить Кулкти. И ведь сохранил он его прям очень надолго. Фокусит сталкеров, кстати, ему. Фениксы живут. В общем, пробок вывел. Отбился не без проблем, но принял, короче, Неразима в итоге. Это 2-0, это Кулкти дальше идет. Так, Касс убил Атим Говернора и он будет с этим играть с Гуру, я так понимаю, да? Да, будет Гуру играть. Ну что, ждем Касса. Гуру тогда пришел. Навряд ли Гуру там остановит кто-то. Хотя, может, и остановит, почему бы и нет. У нас уже много, короче, 1-8. Прошу Касса заинвайтить. Если не увижу, что к чему. Так, где вы говорите-то тут? Ворчест-то этот, трофейный фон, да, где он тут? Что за коллекция? А, вот. Ну, как бы, со Скидоном, да, дешевле получается. Мне пока прудцов надо хотя бы. Так. Так. Ну, подожди. Только цена, а вот, uetooth Что за коллекция? Не так. Да, ключи, подожди. почему же это туда, что ни... Что за коллекция? 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 А вот, что за коллекция? С Ford, бывшая в обезон, что за коллекция? isses. Продолжение следует... 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 Что-то где-то купил. Нет, Казгуру будет играть. Бля, чё я где вообще купил, хер знает. Вроде на своём аккаунте. Какая-то херь, короче, не знаю. Вот так вот. Бля, ни на мыле, нигде нихера нет никакой инфы вообще. Не, мыло это точно. Не, на мыле пока писем не было. Наверное, там какая-то чё я просто перешёл каким-то способом. Меня через Яндекс кошелёк кинуло, через Сбербанк, через СМС-ку, короче. Оплатилась пятихатка, списалась на пропсов вот эти скины, как бы, ну, то есть, посмотрим, чё там за скины, потом за тиранов, может, возьму, как бы, за Зарьгов мне не надо, я всё равно за них редко крайне играю в последнее время. Ну, да, я тут же подумал о том, что саппорт написать, чтобы, ну, как бы, мне на аккаунт, на тот, который играю, кинули, допустим, и... Так, ну, чё-то Мишаня не хочет начинать, чё они там не начинают-то, вообще? Который тип укачивает, я из него вышел уже давно, из этого аккаунта. Так, на секунду я подойду. Так. Продолжение следует... Так, Мишаня меня инвайтит, да? Спасибо-ка ему. Так, мне начислили скины. Бля, зачем я их активировал? Надо было на втором аккаунте активировать. Так, Диман пишет что-то. Сейчас, погодьте, короче. Ребята, эту котлетку, блин, взял похавать. Каз против Гуру, Бо-3. Так. Так, ну пока начало. Посмотрите сейчас, 2 минутки буквально. ТСМ готов. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Извините, что продакшн вам не выставил вовремя. Ну и в пенчик посмотрели. Каз здесь, в общем-то, газбаряк, репрецессочка-факторка в Старпорт играет. Напрягает. Гуру на мейн полетел. Гуру понимает, куда рипер там летит. Где-то чем-то газбункер стоял, но типа хотел подгощить хату. В итоге ничего не подгощил. Так, одного дрона забрал. Это уже неплохо. Гуру только рабочих строит пока. Собаки все две штуки. И репер поэтому как дома себя чувствует. То есть уходит спокойно абсолютно. Продолжает по хате ка стрелять. Здесь джок лингов и гелики. Строится два. Есть плюс еще два-четыре сейчас будет. Кстати, похоже, что-то тут на халбат куш происходит в Баншу. Выходить будет. Мишаня. Вот, ребят, вы же помните, что... Я там рекламу иногда пилю. Поэтому отключайте адлоки подписано премы. Чтоб этой хрени не происходило рекламы. Ну вот, смайлики были тем самым меня поддерживать. Либо просто напрямую через player поддержу устраивайте. Либо по реквизитам вообще еще более напрямую. Ну и не забывайте, что турнир можете поддержать в данный тоже. Поблагодарить игроков за их труды. Соответственно, победители за то, что они тут бьются для вас. А мы смотрим. Пока что призовой 3.500 с чем-то данного турика. Ну, пюрешки мало, к сожалению, кстати, было. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что же, идут вперёд у нас, сроучи холбаты, плюс банша тут атакуют, просто жесть. Кассы рабочих доходят, королев сбоку просто отжарил неплохо здесь. Падают уже несколько королев, спорка пытается вкопаться, спорка вкопается сейчас, ребята, с подспорки-то улети, Мишанчик, ты чё творишь-то? И с подспорки улетел, королеву дожач не получилось, ну что же, ошибки. Рипер тоже головорез, он головорезит здесь просто неплохо во время того, как Шукер был на других направлениях. Банши улетают, а банши-то полетели вообще, чё Касс делает? А-а-а, у него нечем отбиваться дома, откуда он полетел. Сейчас роучи придут и отбиваться просто нечем. Один на один делаешь, встретиться, цеха есть, а отбиваться нечем. В итоге Гуру двумя роучами пришёл, а здесь ничего нет. Лучше бы пошёл всеми, наверное, Гуру сейчас подумал, сейчас бы понапрягало. На самом-то деле не лучше сейчас. Минус роуч раз, минус роуч два, и Депоха выживет. Танчик Сиджиса, один на один делается, 30 цеха делается, армор есть уже, то есть халбаткуш был. Поэтому можно будет 2-2 сразу заказывать. Угуру четвёртая хата, в лимиты близки, вот со цехой третий Касс полетел, марики, танк сюда переводится. Банши надо вычинить, я не знаю, взять две КСМки. Шифт раз, два, прокликал, назад направил, чё сложного, ничего сложного нет абсолютно. Полетел Касс ещё в атаку. Дэмэдж же на Баншу быстрее собьют. Атак сбоку залетел, там пару дронов щёл, ну тут пару дронов там и... Атак сбоку залетел, там пару дронов там и... Ну, дохарасилась одна Банша. Ох, здесь дроп летит, везде всеми спалено, на крипе спалился. И медивак, ой, и овер там спалил. Вот Кассу лучше здесь разгрузиться с краешку, и... Ну вот это было бы намного неожиданнее на мейнце. Ну Касс. Ну ёппарас, это летит. Ну ты ж видишь, что вот здесь заметил, что крип спалил, облетел, и потом просто сюда летит, и даже не контроле дропает. Конечно, Гуру всё спалил, там чё происходит. 120 здесь, 130, 3, вошёл выход. 1-1 грейды у Гуру тоже через 10 секунд. 1-1, правда, будут грейды. И поэтому всё в порядке. Выход, кстати, Касс свой спалить не дал. На стиме Роучи отгоняет, но на крипе они очень быстрые, конечно. Надо ещё один скан Кассу кидать здесь, и сейчас, иначе... Иначе здесь всё будет спалено. Так, стимится ещё раз. Танки сиджатся, 3 танков. Ой, побил, побил Микозов, накидал Гуру. Касс вообще не засплитил ничего, к сожалению. Но зато танки, как Роучем накидали здесь, дамажича. Просто нереально. Падают инфестры, падают рачи. Здесь марики начинают шатать. Минус оверсир, между прочим. Касс решил, что Хатус может выбить. Нет, там трансфюзы, братья, куда-то там вообще. The way, путь, за знакомый вопрос. Глхх, май брода. У меня не значит, что такое брода. Ну, здесь скан надо кидать. А почему? Где у Касса сканы, блин? Неужели энергии до хрена? Вот чё мешает? Бежишь ты, видишь скрип, кинь скан. Ведь Зерк без скрипа, как без рук вообще. Касс бегает. Ни мула не выкинута, ни скана не кидает. Четвёртый у Гуру убил. Слушайте, но у Касса здесь хорошее преимущество в этой игре. Сейчас уже 2-2 грейды подъедут. Просто Гуру, понимаете, как риф есть. Зерк просто видит всё абсолютно, что здесь происходит. То есть у него есть вижен. Так, ещё один. Так, скан кидает. Вот сюда можно кинуть сбоку скан. Касс отступает. Выпилил всё и уходит. Не врал. Ну, делают. Ну, не стираном-то таким. Чё здесь не вралить? Вообще здесь не вралить нечего. О, у ЗРГ опять донатный день. Блин, ребят, а можно я-то хоть день один какой-нибудь донатный сделаю? А вы будете мне чисто баблища присылать. Ой, ЗРГ ещё 500 тысяч на что-то собирает. Узнаете летом, говорят. Фигак, а летом такой семинар. И там негры, как из этой страны, которые онлайн людей разводят. Там хлепак просто. Конференция, как ваучеров разводить. Ладно, шутки с шутками. Блин, надо донатный день мне тоже устроить. Просто вот в чём дело. Борода. Может быть. Ну, навряд ли Гуру тут орваться. Касу, говорит, Кас бородатый был когда-то, может. Поэтому Гуру написал. 192-172 по лимиту. Ну, 3-3 грады. После атаки на танке броня делается. Ну, Касу не запилить бы. Не знаю, чё не запилить-то. Вторую атаку на танке чё он не делает? А броню зачем ему? Ну, хотя медевать попрочнее будет. Так, отступает. Здесь просто нереальный лимит стоит взять всё и пойти добить. По-моему, надо уже давно Гуру. Касу сейчас. Придётся играть с донатерами. А чё, так можно, что ли? А если буду играть, будет денег много? Я согласен. У меня слишком сильный чатик. Придётся терпеть унижение просто. От всех отлетать вообще. Так, ну, Гуру много реально ультралов. У Гуру много реально трансьюзов. На ультралов заходят трансьюзы. Ну, тут либераторы плюс танчики бьются очень-очень жёстко. Но ультралы, кстати, упали. Тут роучи отлетают, королевы улетают. Похоже, 1-0 касс или нет? Ультралов упустит, упустит ультралов. Он много попортил нервов кассу. Но падает всё остальное. Гэ-гэ, пишет Гуру. У него есть вторая попытка. Ну, всё, пацаны. Пока не началась игра, донатный день устраиваем. Так что вы можете поддерживать турнир. Чего? А, он не понял. Я чуть не понял сначала, о чём речь идёт. Ну что ж, ждём стартом. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, 1-0-к, вторая игра, поехали. Сейчас, секунду, зайду, ребят, выкину тут пяточную тарелку, не всту, выкину вот сникерс, покажу покупку. СССР готов. СССР готов. Рочек подчеркивания ТВ поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает, ну тогда лови. Завершено. Смерть на пороге. СССР готов. СССР готов. СССР готов. СССР готов. Так, спасибо, ROG TV. Опа, пятихаточка. Работает, ес, короче, ребят, пятихатка прилетает. Спасибо, ROG TV. Слушайте, я знаете, что подумал? Я с 2010 года просто с конца стримлю, как бы, и у меня не было ни... Ну, то есть, донатный день, это всё шляпа, короче, реально. Надо мыслить глобальнее, надо думать головой, как умный негр. Вот, 2018 года стримлю, а ещё не было донатного года. Объявляю 2018 год донатным годом, короче. Так что, помните, можете донатить, короче, мне вообще люто. Берите кредиты, короче, ну, на себя. Донатьте мне, там, процентов с них, короче, 20-30, там, продавайте хаты, гаражи, короче, не знаю. Микрозаймы берите. ЗПхи, короче, ну, ставьте на автоперечислению. 2018 год будет лучшим годом, это моя агитационная речь, короче. Выборов президента. Ребята. Чё это за хрень-то в этом? Садим им жару! ССС готов! ВООРУЖЕНЬ Нужно спрашивать, чей-то канал туда ставишь, блин. Ну, комичи вообще. Там, конечно, какая-то девчонка. Вот. И комич всегда поможет слабому полу. Понимаете ли, но... Ооо, нажигает касс с разных сторон Но их слишком много Последнее время Так, спасибо Рок ТВ Роч, подчеркивание ТВ Поддержал ваш канал на 300 рублей И сообщает Открываем донатный год Спасибо Рок ТВ Кстати, хочу сказать В Поддержку себя еще То, что Прикиньте, я открыл донатный год А уже целый месяц, почти два месяца Года прошло То есть, прикиньте, насколько я просто Великодушный человек Не жадный, как бы То есть, мог с начала года Рубить прибыль просто А я, ну, как бы Я не жадный, понимаете Можете начинать с 17 февраля Или какой там сегодня день Вот Стихийный бедствий Задонать американцам Там, чтоб пожарче летом было Вот Ты ж там живешь Себе жарче поставь Вот А А А А в Польше А в Польше дождь задонать Антмурм поддержал ваш канал На 50 рублей Сообщает Чтобы у Гуру пердак Сильно не горел Короче Спасибо, Антмурм Так что Спасибо, конечно, ребят Всем за поддержку Еще шутки Шутками Торстинф поддержал ваш канал На 500 рублей И сообщает Взял 500 рублей Микровзаим Чтобы задонатить Поехали Так Только пацаны Сразу предупреждаю Если берете микрозайма Ну там Меня не указывайте Как бы Ну то есть Можете Можете Короче Можете Ставить Джо Повердоса Туда Ну или Ну Либо Честное имя Алекса 007 Потому что Ну он Как бы Из Высокоразвитой Цивилизации И вообще Он как бы Еще тот Рептилоид Вот По китайскому Бля Наверное Скорее Не зря Ты сайт Короче Риелтором Писал Барыгам Слушай Ты шаришь Вообще Вот Так Как Блай Отбьяна Шант Отлетел Ты можешь Посмотреть На В группе Вконтакте У меня На ггплеере Выложена Запись Как бы Вот Я уж Не помню Что там Было Короче Ты шаришь По китайскому Календарю То есть Год Будет Ити Еще До Февраля 16 19 Года Ребятки Я хотел Сказать 18 Уже Вообще То Каж Через Центр Пытается Присанить Так Вот это Стенка У касса Собаки Прыгай Деполку Закрой Братан Деполки Закрывай Касс Мишаня Фу Слава богу Эти пацаны Поплатились Танкисты И мародер Поплатились Жизнью Чтобы Касс Успел Закрыть Депош Понимаете Здесь Танки Касс Что-то Оставил Без Прикрытия Собаки Здесь Разваливают Шесть Мариков Пришло Надо В спину Зайти Да Касс В итоге Все-таки Все уничтожает Здесь 55 179 Но В этот раз И по грейдам По всему Отстает Вообще Не Зерга Можете указать Как Ну Это тот Кто Отдаст Если что-то Пойдет Не так Потому что Он слишком Успешный Стример Как бы Джоупердоса Да А знаете Почему Потому что Это имба Страта Она никому Не нужна Вот Хороший Парень Да только Крыса Ну а так Хороший Конечно Ну да Ладно Она никому Не нужна И поэтому Это Беспрогарный Вариант Понимаете Сами Вообще Рукас Убил Второй Грени Демагу Лучше Не трогать А то А то Пацаны Демагины Придут Йома И На молочке Такие Все Как бы И придется Тебе свою Заложить Тогда Братан Так Прыгаю В третью Игру Спасибо Всем Еще раз За поддержку Считаю Сижу Никого Не добавляю Ребят Помните Что начался Донатный Год Лучший Год В мире Я Переименовал Стрим А от Аверса Денег Почему-то Нет Хотя Он говорил Что Сейчас Просто Лавы Посыпятся В чем Тут Дело Я даже Не знаю Турик Тоже Можете Поддерживать Ребят Спасибо Еще раз Всем За Поддержу Субтитры 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 Санчез Стринадцать Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Сергей Валерьевич На ваше Имя Оформлен Микрозайм В размере 10 тысяч Рублей Сроком Один год на пороге Аверс 100 рублей 10 тысяч рублей микрозайм в размере на 1 год Слушай, ты хочешь, чтобы я это всю жизнь должен был, что ли? Мне придется государственный переворот провести чтобы такой микрозайм отдать Так, Аверс Донатный вечер крутится, бабки мутятся на правах рекламы, продам плаву недорого Цезарг ТВ Так я нихера не понял про Клау там, если честно Ну я прочитал, но если там все правда получается зерк же людей шварнул просто на Клау Почему, как бы, никто ничего не это Не бомбануло ни у кого, пердачел Спасибо, Санчес 13 Мне СМСки приходят Вы там уже на меня кредитов набрали, что ли? Я чуть не понял Пацаны, берите у Тинькова У меня и карта есть Можете сразу переводить на нее, как бы, что Или я помню в этом был Приват Банки давно там Меня до сих пор там знакомые, блин, отдавали уже Давненько это было Так, пассив за худежост Нас берет, что тут происходит Касс против Гуру Третья игра Если касс улетает Мы лишаемся кассы на данном турнире А Гуру дальше пойдет И мне очень сильно Этого бы не хотелось Так, тресотки Че за тресотки такие? Борис Дмитриевич 300 рублей Спасибо, спасибо тебе Спасибо, Борис Дмитриевич Чтоб никнейм Выписали, было бы хорошо Так, че-то много Собачек забегает О, касс возвращается Домой, но Всем рабочим Здесь не выжить Точно, ребятки Надо выводить КСМ Че касс там делает? Почему он Почему он сразу Просто их не пытался увезти А и Либератор полетел Он Все гелики Уничтожены В итоге Мишаня Что ты творишь? Гуру хавает Просто нафиг Вообще Гуру хавает Все нафиг Спасибо, что я еще раз Поддерживался, ребят И Как кореш мой Недавно был на стриме Хотел Карту для еды Оформить Короче Ну, то есть Этот Где, типа В магазе Можно еду покупать В кредит На карте Типа Бабками нельзя брать И говорит Ну, типа Меня Кот там Хотел добавить Типа Никаких моих данных Не надо Я говорю Ну, ясно Понятно А водища-то В магазине Можно набрать Естественно Поэтому Хорошая тема Пристройка Завершена Спасибо, Борис Дмитриевич Еще раз Те Так Пуляет Там Куда-то Что-то Деревья Раньше Были Теперь Уже Это Другой Банк Какой-то Не помню Типа Бинбанк За лоб Такая же Так Здесь, кстати Дамаженная Флам Между прочим Третья хата Гуру Опять Стенку Кушает Вот же Депоха Красная Кас Не видит Депоха Дамаженная Ёпара СТО Кас Дает Ну, как Так Можно Просто Где он Сейчас Контролил Почему Он не Видел Что Депоха Падает Вообще Ну, это Очень плохая Ситуация Для Каса Учитывая Что Он Еще Мех При этом Все Играет Тут По-моему Уже Маловато Шансов Хотя Третья Цеха Есть Стенку Казанова Закрывает Будет Выход Туда Пошел Выход Че у Гуру Есть Один Сроучи Сейчас Пока Роучи Один Сможно Сюда Третий Третий Попытаться Прийти Быстро Попытаться Неплохо Все Сделать Но Кас Предпочитает Отсидеться И в макро Поиграть Слушайте При этом Супплай Блок У него Неприятный Какой-то Надо ли Ему Тогда Вот так Сидеть Ребят Помните Донатный Год Открыт Ребят Подписывайтесь На Прямо Поддерживайте Мой канал Всем Кто Так Делает Респект Спасибо Большое Прямами Тоже Можно Это Делать Все Роуч Пришли А Че Роуч Приберлить Так Сетку Угодите На Твиче Сетку Просто Смотрите На ГГ Ребят На Ютубе Все Спокойно Как Здесь Заехали Гелики Слились Касс Заходит Снизу Танка В Миксе Два Ну А Еще Может Быть Речь Вот Я Понял Смотрите У Касс Главное Что Здесь Еще Армия Есть Как Бу На Фига Он И И Играя В Мех Заходит Главное Нет Б Отсюда Зайти Крип Выпилить Заходит Издали То есть Крайне Немобильным Мехом Сливает Касс Все Это Проигрыш Уже Абсолютно Точно Зато Хату Выпилил Выпилить Хату За армию Ценой Там Я не знаю Несколько тысяч Минералов На Несколько Тысяч Газа Ну Как Несколько Там Прям Не Десять Тысяч Но Наверное Сложно Сказать Тысячи Три Там Армия По Минералам Стоила Мне Кажется На Пару Тысяч Газа Там Тор Был Там Два Танка Было Четыре Циклона Там Было Нет Три Наверное Много Все Но 2 АК Точно Минералов Там Было Тор Два Танка Это Уже Семь соток Четыре Циклона Это Еще Шесть Соток Еще Гелики Там Газа Не так Много Газа В пределах Тысячи Хотя Не Побольше Двести Танки Сто Танки С 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 Заходит Гуру 180 На 107 По Лимиту Дроп На Мейн Ничем Кассу Не Остановить Здесь Тоже Дроп Ой Везде Какая То Жесть Ну Я Не знаю Сможет Помимо Касса ГГ Касс Пишет Бывает Ревчик Че тут Делать Так Гуру Против Култи Кстати Два Элегантных Сверх Манерных Пацана Друг Против Друга Будут Биться 3D BMC Zero Zip Zipper Вроде Димагия Сверху Снизу Точнее Ваня Скиллс А Ваня Скиллс Начали Кстати Играть Я Выглянул Походу Начали Пацаны Играть Ну Давайте Кул Сигуру Посмотрим Та Да Да Ваня Играет Где там Култи У нас Реплейки Смотрит Ну что Двигаемся К полуфиналам Медленно Наверно Продолжение следует... Продолжение следует... Так Ну ждем Пока Култи Занвайтит Там уже дальше Сетка ушла Редко Такое бывает Обычно Все отстает По большей части Сетка ушла Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так Что-то Култи долго Начинают Там Они Не Понимаю Чего Они Там Так Долго Начинают Субтитры создавал DimaTorzok Опа, а вот и хост подъехал Добавил субтитры DimaTorzok 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 Клукнис Клукнис Добавил субтитры DimaTorzok 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 Культип и чего? Некст уж будет гуру грызть Да, грозёт некст, надо с дэмэджа на клингов начинать просто И всё Иллюзиями не пользуются култи, а зря Собак выбился Вот овер висит култи Видит его прекрасно Надо сбить этого и потом Вот этого овера полететь сбить Вообще ситуация у култиповой экономики Вообще в целом в игре прекрасная ситуация Если б култи имел сейчас twilight Сделал бы глеф Он бы уже выиграл просто Но и так у него экономика лучше И всё лучше, сразу же наверх полетел култип Нет, тому оверу тоже никуда не деться На самом деле Так, точка сбора на третью Здесь по 16 рабочих Так, ну робо делается Здесь у нас делается ещё фаржа Ещё фениксы пошли Слушайте, фениксов штук пять подстроить И по харассе полетать можно Как полускульчику на самом деле действовать Так, здорово всем ещё раз, ребятки Удаляю, ладно, про донатный год Помните про Адлоки Подписываться напрямую Поддерживать тебя мой канал Убрал из названия стрима Этот вред, но донатный год не кончился На этом, помните об этом Так что спасибо всем, кто поддерживает большое Кстати Кто шарит, скажите У меня на одной учётке как бы два аккаунта Потому что когда был Старкрафт русский сервер У меня был евро аккаунт и русский Теперь из-за этого два аккаунта на евро Я купил скины Процессовские, катовицовские У меня будут на двух акках скины Или только на одном, как бы интересно мне Такой технический момент Может кто шарит в таких моментах Так, Фениксы на овер прилетают Бомбанят они оверов На мейн, точнее, прилетают Улты вместо того, чтобы забрать хоть что-то Ну забрал оверов В итоге Феникса отдал Увидели, бах, такой эффект Испарился Феникс Ну плюс гейты, колоссы, рейндж, твайлайт, плюс один А Угуру... Угуру шпиль А что он собирается сделать? Это мута будет, что ли? Слушайте, ну мута может быть неожиданной, конечно Но три Феникса на карте Какая хера мута вообще? Улты только лучше, наверное А, Караптеры пошли Не знаю, кто такой 10, 129, ребят Так же можете Турик поддерживать, ребят, призовым Вторая роба здесь, чарж Блинк есть, кстати, блинка Нет, еще Култи без блинка играют, ребят Ну колосса второго сделать Заказать плюс два Заказать архивы темпларов И сделать архонов просто Гитов у Култи будет В перспективе сколько? Девять штук Почему не десять? Странно это Ну девять-то где? Фениксы летают Караптеров Култи спалил Вот без архонов Тут тяжеловато Култи будет биться Караптеры, кстати, полетели Зассать Нексус Попытка сейчас идет Нужна вот Вот что значит Не Фатонки А не, Фатонка одна есть Но Нексусу не сдобровать Здесь будет Скорее всего Хотя Култи возвращается Фениксы Бля, я уже активировал походу Я уже активировал походу На главном аккаунте своем На котором я не играю Надо, блин, с саппортом Что-ли написать Что-то На одной почте Что-то еще Я же говорю Ты что не помнишь Что-ли-ка об этом Была Ну то есть Был же отдельно Русский сервер И на каком-то Турнире в Питере Я помню Выиграл Второе место занял Короче Еще до того Как Старик вышел Делюкс версию Старика Или там какую-то полную Вот так вот Он у меня и пил со второй И там была Русская учетка И евро учетка То есть можно и там И там играть Потом сервера объединили Ну и чтоб Типа Людей, которые больше денег Заплатили за это Не кидать им два аккаунта На евро дали Не за это Вот у меня просто два аккаунта Они привязаны к одному мылу То есть Там даже часть друзей общих Ну то есть Кто по мылу добавлен был Там друзья даже остались Так, опять Караптеры на мейн тут рвают Смотрите-то Ну это минус Феникс Понимаешь, что Култи сидит Я не пойму Блин, просто А боссы жгуру Обысывает Култи Ну что за ссаные воины просто Ну как так можно-то Может, что значит Блинк не сделать Так, еще минуту Караптер Пошел бы Вышел уже Поломал бы его Этого Там люркеры уже С люркерами уже И не поломать будут Некусы восстанавливают Култи Вот-то ничему не учат Закажи ты хоть Фатонки здесь вообще Так, гуру Роучами и лингами Вперед идет Здесь все прикрыто Так, Караптер пытается залететь Четыре Иммортл Микс просто невероятно Сильную Култи И ему надо Выход сделать Просто Наконец-таки Уже Ему надо Заказать Давным-давно Блинк И сделать нормальный Выход Вот Култи Пошел Так, гидра идет Вперед Роучи линги Здесь сбоку Гуру пытается Контратаковать Четвертый Нексус Смотрите, контратака Плотная Такое получается Култи уже забил Хорошо телепортнулся Так, колоссы телепортнулись Роучи упали Хорошо телепортнулся Потому что там люры уже Пачка закопана И если Култи пошел вперед Он сейчас развалился Просто походу Это минус Култи А знаете Почему Ужгуру Да Нексус не отменен Гуру играет Все Осознает Как бы здесь Что делает А Култи бегает Что-то юнитов строит И не понимает Как ему выиграть Сейчас еще будет Один Нексус Абоссу Блинк так и не сделал Нихера не сделал Соплай блок Култи Короче вообще Все пища Не, здесь выиграть еще На изичах можно А, люра-то 0-0 Кстати То есть можно просто Делать третью атаку Делать 200 лимита 70 пробок То осталось у Култи Как бы драться И все нормально будет Так Архоны прям здесь Сливать Где армия Култи Гуру боится Архонов сгрызть Боится призму добить Удает Здесь Зилков Култи забрал Куда он Зилков забрал Мисклик Это случайность Так здесь 3 Зила то есть На третьей базе На дальней На Адаварх еще Зилков Но надо Нексус отбивать Если не отобьет Нексус То получит Печальную обстановку Дальше Нексус не отбивает Но хоть отменил И то хорошо Ну есть штормы Есть плюс 3 Надо блин выходить В темпе 100 карреров Во что-то Чтоб вот эту херь Контрить Все и будет норм Тогда все на самом деле Почему я обуру не люблю Он просто неадекватные вещи делал Все время как бы Печенка-то странный чел Ну бомбит он как бы Такой один из топчиков Бомбления Да лалуша конечно ему далеко Это самых Эпичных бомблеров Типа нанивы Ну вот Протянут Да 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 Лалуша далеко Да на него там он Так везде че-то люра Култи вперед Ну люру куда-то пошел то Култи ты че Пачта армии проходит По караптерам По собакам По всему Слушайте бьется неплохо Култи пока плюс 3 есть Здесь люра Еще на муле Култи ее ловит Так вон она пошла то эта люра Ты чего это такое Так тут гуру Прям к рамку че прийти Да пришел прям к рампе Люра вкопалась Люра отдалась Какая то странная политика от гуру И здесь люр Киран и 4 пришли Тоже отдача кстати Люра идет Самая натуральная Блин Култи делает Заходят имами Какую линию все идет Где сплит то хоть какой то у Култи Элементарный Слушайте Все отбил 1300 газа Варпанипси штормовячков Сделай пару архонов Оставь части штормовячков Чтоб они энергию подкопили просто И иди вперед Шторми все Убивай нафиг Так Люра на 2-ку решла Ну здесь на 4-ку Здесь минус люра Вообще ничего Гуру не убил Ну вот пока Брудов нет Я не знаю что Култи опять ждет Опять что то сходит Задперед Блин Люру все убил Пойди ты выход сделай Блин Слушайте ну Култи Здесь может победить Прямо вот этим выходом Смотрите сколько боевого 111 на 75 Лимита Просто иди ты вперед Ёп Меня сейчас бомбанет Денис Ты че творишь Это блин Люра вкопалась Там 2 люркера смешных Да че там 2 люркера Вообще ни о чем Идти вперед Убивать уже Наконец-то Култи идет Очень долго Култи идет вперед Ну здесь оверекс Тут удар попадает 10 Брудлордов Делается прямо здесь И прямо сейчас Если Култи дальше пройдет Люру Анигилирует То он сейчас и Брудов Анигилирует Кажется апсирера Култи потерял Или нет Нет не потерял Но Брудов Прямо на морфе Брудов Унижать Штармы мимо Правда кидает Они вообще демо уже не наносят Это гг гуру ребятки Это Култи 1-0 Ничего себе Култи дает Правда люркера не добило Он здесь просто Дамажит и дамажит Задолбал уже дамажит Три каррера дома заказывал Вот ты пробил уже Какие карреры Зачем тебе карреры-то вообще Култи-то еще блин Заходят в карманчик Ката падает Карманная тоже сейчас минус будет Элегантные паути Сейчас надо Грейт Аспайр Да убить Что паутей делает Грейт Аспайр падает Гудлинги падают И все падает Гуру пока не сдается Ну правильно что ему сдаваться Вдруг паутей ошибется где-то 29 рабочий минус Здесь пушки выбились Или куда-то перешли Я не понимаю Так вот Пушки передвинулись Новые бруды у Гуру Но экономики Большей части он лишился Но у Култи Знаете в чем проблема У Култи тоже ТПшнись домой конечно Вот и все ТПшнулся домой Остался нормальным пацаном Только архоны выйти не смогут А так все нормально Так на 6 часах Зилы тут наливают просто Пол база надо снести Чтоб выйти теперь Пол базы Ей богу Так здесь пилон минус Ну пилонов слава богу с запасом Здесь гейт надо минусовать Да Минусует гейт Култи Опять на 6 там забегание Какие сталкеры Уже кареров вообще строят Плюс 2 грейт Готовым каких-то сталкеров Вапель Только штормовики Только архоны Все Только мазершип Нужно еще добавить Единственное Ну кстати здесь часть штормака Я говорил что Култи не попадает На самом деле он попал в часть штормы Потом уже часть не попал Но он об сервера Если б не один был микс Он бы прям там бы выиграл Потому что там вот тут люркер еще Бля ты задолбал Дверь открывать Так зилаты прыгают Хату шатают Хата минус На 6 часах Здесь гуру Шесть кареров Слушайте Култи стабилизировал карерами С 83 пробки Ну вот тут это у Култи Тоже момент такой Ну возьми ты Переводи ты Переводи ты Лишних уже Есть лишние Там лишние Везде лишние На мейне 9 рабочих на паре минералов ГГ Пишет гуру Увидел Ну что же Молодец Молодец Гуру Сообразительный пацан Вторая игра Култи против Гуру Должна быть Но вы помните Что Каз также 1-0 ввел А потом Что случилось Отъехал Каз в итоге Скилл с Ваню Кстати 2-1 убил То есть Протус будет точно В полуфинале Зип-зипер Димага Играет 3db MC0 Играют До сих пор Отъехал Продолжение следует... 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 Так, погодите... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На Яндекс сотка, кстати, прилетела. Спасибо, ребят, всем на Яндексе. Сотик плюс не заметил, не проверял. Спасибо всем. На Кивасе ничего нет. На Мане ничего нет. Я никому негативно не отношусь. Кто не крысит, конечно же. Это долгая вся история. С этим товарищем связаны все непопадания на турнире. Как бы выиграли все крысятничество за спиной. Даже на мелких турнирах. Там жалобы и т.д. Короче. Грубо говоря. Ну что же, погнали. Вторая игра. Култ и Гуру. Култ и 1.0 ведет. Сыграл макро в прошлую игру и выиграл ее против Гуру. Култ. Ну что, пустим. Играл с курëем. Играл. Пустим. Да. Возьмите себя. Играл. 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 Покал. Гуру. Играл. Играл. Ну что, 17-я хата Газпулу гуру была, ребята, вы видите, на катализаторе он на 11-й синенький, кулки на 5-й красный, вот. Увидят 3-ю хату. Так, ну прикроет кто-нибудь пробку-то эту, чёрт побери, где адепт-то был? Ну, минус пробка в итоге, блин. Или не минус? Не минус пробка, давай, кулки, красный. Это такие миллисекунды были, просто там уже собака, уже... Я видел, как она лов подставлялась, чтоб прыгнуть, кусить пробку, но не получилось. Ушёл кулки, спас её, короче. Здесь овер залетает, старгейт делается, а видел гуру старгейт? Нет, он не видел старгейт. Адепты опять выдвигаются вперёд. Здесь уже скорость сейчас будет готова, я не знаю, зачем кулки туда выдвигаются. Надо раньше было вперёд идти. А, он третьего адепта, наверное, ждал. Так, заходит гуру в кулки адептами. Гуру пытался поймать, ничего не поймал. Феникс сейчас овера собьёт. Может быть, Фениксов свитч в глефы надо было кулки сыграть, но не играет он так. Так, гейт добавляет. Феникс в оракулах пошёл. Двагаз на второй базе кулки начинает качать. Точнее, не качать, не начинает. Он двагаз заказал, скоро начнёт качать. Пространственные струны настроены. Они улучшили. Пространственные струны. it's Halloween. EraOR! Ну что, Феникс и Оракул полетел. Надо было два Оракула тогда строить вообще. Здесь всё везде прикрыто, нечего делать вообще. Так, здесь два Оракула подсливают Култи. О, от Гуру-то улынчик подъехал, ребят. Култи какие-то штормы играет. Вот строил бы сейчас имморталов и на изичах бы отбился. А Култи ничего не строит, в итоге это слив походу будет. Нужна грелка, нужно эмоф сразу добавлять. Так, стадисная ловушка. Как же Култи нелепо её ставят одновременно. Так, Архонов не сливает. Одним роучим Гуру там с ним всё. На это ГГ здесь просто нечем отбиваться. Было бы хоть пару имморталов. Тут Оракул бы плюс Архоны, плюс вот с этой призмой Архона. Может Култи подковырялся бы. Но так как имморталов нет, просто тупо ни одного. В итоге нечем ДПСить, рачей. Так, здесь Архоны стоят, вообще ничего не атакуют. ГАЗ один убивает. Третью базу убил, в общем-то, Гуру Култи. Надо улетать нафиг отсюда. Култи полетел на вторую базу. Сейчас призму ему собьёт, долетается. Она ж без полей. Ёпс тудей. Призма без полей. Хоп хейл лалей. Минус призма. ГГВП, короче. Там призма падает. Да, один Архон вылез, но это провал полный. Ну, если бы Култи эту призму... Смотрите, у рабочих-то больше самый прикол. Если бы он эту призму сконтролил бы, но убивал бы здесь что-то, то, может быть, и дома отбился бы. Но нет, к сожалению, нет. Продолжение следует... Так, надо узнать, какой-нибудь там по правилам одновременно или нет полуфинала. Я-то, если честно, одновременно бы запелел. Потому что, ну, турнир не шёл бы до 12 часов нафиг. Что-то Гуру там ноу говорит, что случилось. Так, ну, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не знаю, что там они решат Не знаю, доиграл ли Димага, у него есть стримцы Скажите мне, Димага доиграл с зип-зипером там вообще? Если да, то, как бы, может быть, там уже полуфинал будет начинаться Но я прошу, чтобы одновременно они были, чтобы не задерживалось Еще здесь и так долго сидеть, Крыма Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здорово, Винтерис, здорово всем Так, сталкер делается у Култи Здесь пробка разведывал, увидел, что линги есть Через третью хату... И это смысл здесь ездить, все собаки сгрызут Надо домой ехать, как бы, уже Култи А здесь, кстати, между прочим, Овер, это он собьет Уже никуда не денется этот дружочек Оверочек Ииииии... не Сторгейт в этот раз, отлично Култи меняет билд свой, на самом деле это будет решать Так, собаки вперед бегут, собаки-то сюда бегут Ну, Гуру боится на сталкера заходить Понимает, что собаки будут минуснуто сейчас Так, идет вперед Смотрите, там сверху что-то было сейчас у Гуру Заметил, Кучон, боится наверху пойти вперед вышел, что-то сконтролил пробочка ушла а, третью спалил, все, QLT третью спалил, опа это чаржик улайн пошел по ходу дела, я не знаю, что это такое, вообще, если QLT чаржем собирается пушить гуру надо снять газа рабочих уже всех лишних, да, гейтов просто заказать реально много и тут овера нет, понимаете, овера сбила это что значит, что возможность это все скрытно сделать, это будет иметь эффект неожиданности, что самое главное, что нужно при таких билдах, на самом деле, это эффект неожиданности, так чарж делается, у гуру скорость есть, да есть скорость, есть 12 собак и кстати, ёпт вы просто, сейчас если гуру попытается забежать, он забежит сюда и QLT ГГ напишет так нелепо бля, ну что делает QLT скажите мне, ну что делает, закрывай проход-то, слава богу проход закрыл, так, батарейку ставит, сталкер приходит вниз гуру пытается сгрызть здесь кибернетчику ничего не получается, ну еще одну кибернетку QLT ставит сзади обманывая гуру, он мог кстати вообще не делать кибернет, так, иммортал добавляется и призма если была призма, бы уже бы QLT прилетел бы, уже бы сейчас зилотами начал бы прессовать гуру бы нахрена он как бы здесь имморталов еще каких-то делает, я вообще понятия не имею уже надо было вперед лететь и убивать нахер этого бичару имморталом против роучей эффективней все будет, ребят, ну там роучей-то много будет так, призму еще раз QLT забустил, нахера он ее забустил не знаю, так, посадил пробку пробку назад отправил, зилки все, все вперед летит, прям через овер, а QLT летит, куда-то летись братан, сверни куда-нибудь с этого пути, не сворачивает QLT летит прямо спалило призму, ой, спалил овер все, зилки доварпились нужно еще, так, зилков нужно добавлять еще бустит гейт QLT зачем он этот гейт бустит, так, еще один пилон делает гуру в тупую здесь грызется короче, сколько роучей, 5 есть 3 строятся, QLT заходят на вторую базу сейчас нужен варп зилотов домой надо идти, гуру туда, ко второй так, зилки прыгают вперед, очень круто прыгают, иммортал подходит врачам бомбань QLT не бомбит и по собакам только, пожалуйста так, зилоты идут вперед, один зилот на треть остальные все на вторую идут очень хорошо QLT прессует атаку, лимит хороший иммортал против собак бьется нахера он против собак бьется, не знаю вот еще и роуча одного QLT забрал надо в минеральную линию врываться так, зилков прям в роуче можно привести но QLT предпочитает варпануть новых иммортал в роуче бомбит просто не шутит зилоты хочешь много, лимита QLT больше неужели пробрил этого гуру чая QLT и того, и этого, и всех остальных больше гуру я здесь не вижу других гуру Старкрафта, черт побери королева пока живая, но новый до варп убойный и до варп убойный словно бешек бокс по Кровостоку и гуру на днище переносится ну там переносится в мозг, переносится отлично, короче, ребят QLT дальше идет QLT скиллос будет у нас полуфинал один проц точно будет в финале QLT rebound C QLT K QLT и QLT вваженном уже бьется Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Добаварп убойный гуру покойный рэп премия помеча тебе идет ребят донатный год продолжается ребят пелю рекламу поддержите меня мой канал кому стримы мои нравятся вот здесь у нас вообще-то уже полуфинал и турнир близится к завершению могу сказать вам про завтра что будет завтра это все будет на ютубе естественно выложен данный тур а завтра у нас будет так Africa Global блин в 10 утра я постримил но ни хрена не получится потому что рановато упав 13.00 четверть финала мэп-тест турнира от Варди а может быть завтра и весь турнир будет а не 19 странно короче 19 короче 18 четверть финала 19 полуфиналы а 20 финалы матч за третье место что-то растянули там вообще жесть как-то ааа тайбрейки еще в группе А будут ёпс парбэнс а когда они отыграют интересы тайбрейки ведь не знаю не знаю может как бы партинг туда пройдет попытается но оппонент у него не подарок не рча лейзер так секунду дайте-ка домой позвоню кулцы покакать пошел он нам об этом сообщил очень так манерно сейчас в общем мы его ждем а я приду сейчас домой позвоню быстренько кулцы 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 Так, квейкер как-то мне рубль присылал. Кстати, сказали, что от 10 рублей вроде в чате теперь отображается, поддержатся, я так понял, что это правда, потому что рубль 3-5 не отображаются нифига, а чирик это уже норм бабоса, ребятки, это уже как-то так. Продолжение следует... Порода? Порода? Мама Такса, бать, они известны. Я думаю, что у Спаниэлевска что-то есть в этих ушах и в этой Харе наглой. Тем более, что и именно к Таксам и к Спаниэлям у Чарлика особое такое с ними отношение, он с ними так и любит. Короче, Такс вообще чует свою кровь. А Спаниэлей тоже любит. Короче, култи скиллос, ребят, скиллос красный, култи синий. Выбил култи гуру. Молодец. Но скиллоса тоже придется обыгрывать, иначе как бы, ну, здесь ничего не поделаешь. Придется вылететь и не взять ничего из призового фонда. О которой вы, кстати, можете увеличить, я вам уже говорил. Пока что призовой составляет 3572 рубля, 2,5 первая, рубль вторая. Ну а что, пришел даже за второе, пришел, лист забрал, просто чисто берешь лист в карман, просто пошел култи. И тусоваться ушел, короче, там куда-нибудь. Нормально. Так, пробку пытал скулти оппонент запилить, ничего не запилил. Слава Галаамам! Пошел, чарлик, разбираться, кто там рычит. Так, привет, биохазард. Можно? Пиши мне в личку, че. Ну, гудгейми, и все. Правой кнопкой написать лично. Либо сверху на главной, где поиск. Такая лупа, там пишешь никнейм, и там пишешь, что то же самое будет, на самом деле. Ну, это то же самое, брусик. Опа! Култи приходит к Скилосу. Скилос приходит к Култи. Ну, Култи-то отбивается. А Скилос нифига не отбивается нормально, адепты. Что Култи делает? Нахер он куда-то их пытается вывести, если можно пробок просто убивать. Восемь пробок Култи забрал. Восемь, Карл. А Скилос только три. Ну, кстати, видел ли Култи опасность для него? Да, он видел Даршайн прекрасно. А Робо делает? Да, делает Робо. И здесь пилон поздника, че успеет? Робо доделаться. Нужен Оракул будет, и все. Так, два Феникса вперед улетели. Тираны. Ну, здесь два Протса. Внизу там, я не знаю, с кем там. Внизу Димагу ждет. 3DB, это Зерк. А, все, два Зерка. ПВЗ будет у нас финал. Внизу ЗВЗ, там 3DB Димага получается. Так, ИТОС делается третий. АПСЕРВЕР делается. Оооо. Ну, Култи Дарков принимает, слушайте. Култи все здесь принимает. Сейчас Филд кончится, Култи спустится вниз. Где Филд-то кончается? Не смог, к сожалению, отловить всех Сталкеров сразу. Энергии тоже у Фениксов нет. А здесь еще и Пуш какой-то идет. Отскил. Да, Култи видит Пуш. Да, Култи видит Пуш. Улетает нафиг отсюда. Нужна батарейка. Че Култи пробками едет и ничего не строит вообще? Почему? Сталкеры вархать. Да поставь ты батарейку. Все, гейт не открыет Култи. Ёма, очнись. Денис. Гейт открывать. Добавля... Так, Архона скиллась добавил. Иммортал сейчас подъедет, правда. Иммортал, вот, хорошо. Абсолютно хорошо. Так, Феникса подкопили мышечкой энергии. Слились нафиг, короче, все эти. С Интрии все, у Култи слилось. Так, Феникс начинает Сталкеров шатать. Демеджи на одного Култи поднял. Одного Феникса, кажется, скилла забрал. Иммортал сейчас спустится. Все будет норм. Гейт как не был открыт, так и не открыт. Гейт, короче... Архона-то забрал бы, Култи. Ёп... Ну вот как это можно, блин, так делать? Архона не забрал. Но скиллась Роулы нет. Ему придет сюда идти, как бы... Очевидно, что... Архон будет добить. Ну, можно походить поля по Ригене. Смотрите, сейчас Архон придет от Ригене. Наверное, у Култи второе Мортву сейчас выйдет, как бы... То есть, Сталкерами тяжело будет шатать уже. Еще одну батарейку, на всякий случай, двое... Соплай блок, кстати, у Култи. Надо бы пилон еще добавить. Да, приостановлен. Скилла с паузу просят. Не знаю, что случилось. Лагает, говорит. Что лагает? У меня 49 МС, не знаю. Пинг даже лучше, чем обычно. Обычно по 60-50 там с чем-то. А сейчас 50 не дотягивает даже. А теперь... Игра возобновлена Так Так, демага сби будет ждать Не знаю, кто это решил Ну, ждать так ждать Что тут делать Так, два адепта на мэн Здесь скилла все Никак не может Култи уже выходит сюда Как бы, то есть он собирается уже точку в этой игре ставить Два иммортала ГГ скилла спишет 1-0 култи Что-то култи сегодня расшелся Так, биохазард Я не понял Чем тебе помочь-то Опа, Миша рубль заносит Респект, Миша На турнир Я не понял, какая тебе инфа нужна Вся инфа есть в гайдах на Гудгейме И там в настройках Где каналы настройки Там есть просто канал прописываешь Все, и стримишь к его Просто отдельно Чтоб тебе мне что-то помогать Я не знаю, когда это делать Вообще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Так, ну что Култи 1-0, ребят Карта номер 2 Погнали! Так, а где телефон-то? Че он зарядился? Мой телефон уже Помните, кстати, про озлоки И меня и мой канал поддерживают Всем спасибо, кто так делает Работает Так-с. Димага и Би меня ждут. Ну, пусть ждут, но, я думаю, ЗВЗ долгим не будет, да и ПВП тоже очень долгим быть не должно, по идее. Кукти со скиллосом бьются, скиллос оставляет проход жирный, что Пархонов вывести нужно было при необходимости. Миша подержал Турик и уже призово увеличился. Он будет составлять где-то, сейчас я даже гляну, сколько он там что будет составлять. Три рубля, три сто за первое место, тысяча триста за второе. Неплохо. Почти петоч, короче. Ряд почти сто ба, еще тысяча рэ, примерно, и сто баксов, может быть, приз будет на этом туре. А сто баксов это и для буржуев, в принципе, неплохой призовой фонд для онлайн-туриков. Че это за звучка такая, слышали? Джест. Так, в этот раз, смотрите-ка, у паути твой лайт, то есть в прошлый раз его дарками напрягали. А здесь, похоже, сам паути, что ли, собирается напрягать оппонента. Так, адепт пробку минусует, здесь пробка тоже куда-то ушла. Сейчас будет сталкер, готов, за ним и второй. Да, каути, смотрите, что играет. Тоже Даркшайн он играет, я насколько вижу. Адепты пришли и ушли. Так, сталкер ему каути напрягает, пробочка уехала. Но, кстати, если скиллос был внимателен, он мог увидеть, что пробка, пиливший пион, взяла и куда-то поехала. А это что значит? Это значит, что... Надо быть предельно аккуратным здесь. Култи. Так, везде адептов щемят, кстати. Ай-яй-яй, на двух от сталкеров уходит култи. Минус адепт. Проходит он на вторую базу. А здесь закрыто все, кстати. Надо иллюзию. В эти чукулки делали вообще, может мне кто-нибудь объяснить? Сейчас адепт второго прослет. Ну что такое-то вообще? Я просрал еще одного адепта. Здесь роба подъехала, здесь все нормально, в общем-то. Да можно уже, в принципе, и не пытаться дарками что-то сделать. Хренасия, короче, это что такое-то? Неизвестный на 15 кэсов, короче, увеличивает призовой. Это что вообще значит-то? Может, на ноле кто-то неизвестный ошибся, ребят? Спасибо тебе, неизвестный, большое. Ха-ха-ха. Вот это прикол неизвестный. Ты красавчик. Почему-то остался неизвестным, чел. Не знаю почему. Так что помните, ребят, про анлоки и про мой канал неизвестный, ребята, помните. Спасибо всем, кто поддерживает. Просто пятнаха прилетел. Не знаю от кого, с моего канала кто-то, с демагиного канала, еще с чего-то канала или вообще как-то. Вот. И призовой теперь составляет просто дичь. 12, 501, опять 302. Просто и вот так вот. Что это было, как-то. Так. Не знаю, кто это был. Мне скорее какие-то смайлики ставят. Может, это он. А может быть и не он. А может быть корова. Так. Култи до арка на мейн везет. Ну, тут, кстати, опс есть. Это что значит? Это значит, что до арка, наверное, много здесь не наубивают. Ну, две пробки минус. Ну, Култи третью может забрать и улететь просто. А что-то, что Култи и делает. Ну, с таким призовым полуфиналом можно как бы и по очереди посмотреть. Тем более финал не зеркальный. Еще одну пробочку минус Култи делает. Делается блин. О, посмотрите у Култи какой стиль. А нахера он за струк полную делает вообще? Какой скил из Дарков Култи делал? Ну, 600 тысяч, я не знаю. Такого не было, что 600 тысяч донатили. Я помню, что какой-то додик делал видюхи на год. Ну, типа на годгеймстриме. И типа его кидают. Ему там якобы 10к за донатил. Майкер не вывел. А там оказалось, что какое-то чмо просто с Пейпала десятку заливало. А на Пейпале на возврат можно ставить операции. Ему вернули деньги. Поэтому из-за таких ублюдков Пейпал выпилили из поддержоса. То есть теперь Пейпал только по реквизитам. Потому что можно такую хрень устраивать вообще. Ну, так что я хз, что там в чем прикол. Короче. Бля, ну пятнаху на турик, конечно, хорошо. Но можно было бы еще по один турик запилить на самом деле. Дарки редко кого-то когда-то подлавливают. То есть ты по разведке не поймешь в начальной, что игрок играет точно. Можно ситуативно дарков играть. Но большая часть этих билдов с дарками это так называемый coin flip. Что это значит? Это значит, что играются просто дарки, потому что, ну, то есть... Потому что попробовать дарков вдруг закатят как бы. Но дарки, если они не убили, это не значит, что проигрыш сразу. То есть можно ведь свищнуться с них. Слушайте, здесь 4 ма, у скиллоса жесткий микс, у култи больше лимита. Но у култи здесь дестабилизаторов 4 или 5 штук? 5. Ну, там-то фениксов 2, 4. Блин, ну фениксов это плохо, как же для култи очень плохо. Так, пробочку култи минусует. Пора идти в атаку. Я не понимаю, что култи ждет. Фениксов, кстати, можно посокусить будет, пока дестабилизаторы атаковать будут. Надо быстрее выходить вперед. Култи долго, блин, телится тут пока позицию займет. Да блин, култи даже не достает до юнитов. Скиллоса, понимаете, в чем прикол. Сколько там фениксов? Скиллос решит, пора ламить вперед. Култи четко контролят на отступлении, как бы. Так, поднимается фениксов. Ай, поднимает все дестабилизаторов. Скиллос. Все, култи стрельнул. Так, своих сталкеров покусит култи. Вообще царь. В кавычках, конечно же. Царь. Все в КД. Короче, ребят, култи здесь не пробивает. Скиллоса это 1-1, походу, дело. Да, это вообще ггнчик. Хотя нет, нет, просто что-то нет у култи экономика. Лучше здесь плюс 2. Я не знаю, вот что. Посмотрите, скиллос все убил. Вот смысл здесь сидеть вообще. Имморталов 5 штук. Иди вперед просто. Сделай призму, пойди добей, блин. Гейтов... А, ну гейтов 7 тем более вообще. Кроссовки култи еще не попал в призовые. Пока что, чтобы кроссовки покупать. Так, что там подробно? Жизнь сапа! Телепортация совершена. Жизнь за Айв. Ваши силоны атакованы. Ну тут приходит, скиллос култи дожимает, ребят. Култи, понимаете, скафейникса столько уже дестабилизаторов смысла нет. Култи обычного лимит, конечно, настроил. Ну, кстати, у него нормальный обычный лимит тоже. Култи, это, моросание монет 50-50, да что договоришь. Че, серьезно, что ли? А мы-то не знали об этом только недавно говорили-то. Пару секунд назад. Ну тут про развалиться култи, ребят, это очевидно абсолютно. Хотя сталкеров много, но и мортал-озелки сталкеров разваливают прекрасно на самом деле. 1 на 1, гг. 1 на 1, гг. 1 на 1, г. Продолжение следует... 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 Фениксы опять подлетают, что-то я в чате глянул, что там за фигня происходит. Я помню подобным выходом сталкеров, я уже не тренился вообще, он в турнире был один, по-моему, вердоса даже так убивал. Он тоже летал, летал, что-то Фениксами резко хоп, вышел и убил. Так, улти пошёл ловить фенов там вниз, ну... Ещё два минус, вот это хорошо, два Феникса отловил, улти. Молодец, третий Нексус почти готов, здесь фатоночка в карманчике есть. Все четыре пробки, слушайте, здесь игра уже затянулась, улти аж по три иммортала в заказе просто в робот. То есть это 750 на 100 уже там, в роботиксе, у вас столько С-ов-то, на них можно гейтоп... Гейтоп, главное, три штуки. Можно отменить има, там просто заказать гейтоп, я не знаю, несколько штук было. Уже бы были бы сейчас, но в любом случае улти делает гейты, будут у него скоро дома архоны и все дела, как бы и плюс один улти готовый, плюс два заказано. Так, ну зря кто не участвовал на турнире, зря не участвовал, видите, как обернулось, какой призовой резко под конец стал, благодаря кому-то неизвестному просто. Так, что-то прямо долго тут игра тянется. Где Блай? Где дома? В Киеве, наверное, я не знаю, где он там. Блай вообще эти турниры не играет. Но если б знал бы, как бы, знал бы прикуп, съел бы сочник, как говорится, но Блай прикупа не знал. Ну, знал бы, что 18 рублей призовой, я думаю, поиграл вот, а вечером, почему бы и нет. Уже 300 баков с лишним призовой, нормально, что. Так, сколько у нас получается теперь? А, я смотрел, 12-13 рублей вообще первое место и 5000 второе. Даже второй сотик получится. Так, здесь скиллоса прям дофигища юнитов. Имморталов у него 6, да, 6. Архонов там у него 6. Еще больше подставить, так, призма добавляется. Ну, култи и грейды лучше. Култи и морков поменьше, 4, да? Ну, то, блин, 4-6, как бы, тут будет решать, какого в целом бо-лимита больше будет и лучше грейды у колбу. Так, Архонов забрал, култи, Зилка забрал, сталкерами уходит. Ну, в этом плане, кстати, неизвестный нормально сделал. То есть, кто турики отыгрывает, ну, все играют турниры, а не выборочно. Респектнул тому. Ярдос говорит, за неделю устал, работал, тренился, синий лукап нет играть, не хочу переутомиться. Слушай, пиши, Артем, поменьше комментариев, а то переутомишься. Сейчас на кнопки нажимать тяжело будет. Короче, ребят, тут култи. Ага, 4 дарка подъехали. Слушайте, а здесь всего одна фотонка, между прочим. Призма разложилась, чтобы быстрее наварпились, а не сюда. Надо лететь вперед, вообще. Выпилил фотонку култи, рабочих повыпилил. Да нет, сус, райдкликни, ты хочешь побежал-то, балбик? А, здесь фотоночки добавляются. А в сервер летился, а в сервер недалеко оказался. Призму в итоге минус нюд. А нет, смотрите, не успеет кулки нифига наубить, а жаль. 4 дарка, призму в расход пустил. Но ничего страшного, у него плюс 3, но всё равно всё лучшее у култи. Робо Б делает, сус, колоссу скоро будет. Здесь уже четвёртый Нексус, вообще. Минус призму здесь тоже кулки нашёл. Ну, взаимных ошибок череда. И всё выходит обратно на круги своя, что называется. А у култи 12 яйтов, кстати говоря. Сразу поля после атаки делаются. У култи сталкера хорошо, что у него группка. Здесь микс-то жирный, сильный, но у култи есть часть армии мобильная. И он этой частью армии всё контролит. Плюс 2 роба, там робу Бэя. То есть култи что тут? Прям колоссов решил много напилить. Или это будут дестабилизаторы, я не понимаю, если честно. Нет, колоссы подъехали. Кстати, такой микс колоссами будет усилен, но нужно обязательно ренч добавить. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот култи опять сталкером приходит, опять видит всё прекрасно, что здесь происходит. Здесь забегание зилотов, кстати, интересно. Какой пилон? Какие пилоны вообще, кулки? Молодец, скиллос даже пилоны тоже отменил. Но има хотя бы поймали, но, кстати, вместо има батарейка лечила зилка. Это ошибка была батарейки. Так, култи на центре здесь встречается со скиллосом минусу, тархона минусу, ещё что-то. Ну вот колоссов уже две штуки. Чё култи ждёт-то, я не пойму. Пора уже идти навалять с этому скиллосу. Култи что-то засел. Так, има ещё зафокусил. Сталкеров всё меньше и меньше. Это правильно, что меньше сталкеров. Они уже на лейте. Ну то есть они силы большой не представляют. Так, 4 дарка где-то култи в арк. Где? Прямо здесь он в арк. Так, колоссов 3 ещё сейчас будет. 5, а там мазершип. Блин, там сейчас у скиллоса подъедет просто мазершип. Темписты какие-нибудь. Ещё здесь колоссы будут делать. Я вообще без понятия култи со своими колоссами. Так, призма будет. Нет, призмы пока нет. Пора выход делать. Сейчас ещё два колосса подсольются. Точнее, выйдут сюда. Призму култи как не было, так и нет. Пора идти, пора призму просто построить с собой в атаку взять. Поля готовы. Броня заказана. Короче, везде всё делается. Всё пилится. Но... Так, по архонам 11 в 11. У скиллоса 17 зилатов. Вообще просто лимит, который испарится вот на этой стадии. Чё есть делать? Ну култи, я не понимаю. Чё он сидит-то култи? Бля, всеми 200 лимитами зилка идти убивать. Ну что ты делаешь култи? Ну нафиг. Ну какая битва-то будет? Я не понимаю. Так, две... А, у култи две форжи, кстати, работают. Слушайте, ну с двумя форжами дело меняется, конечно. Тут я уже ещё в ходсе рассказывал, как можно микс там колосса с темпистами законтрить. Его можно законтрить по земле только одним способом. Это сделать колосса архона и вот стандартный микс такой наземный. И добавить к ним ещё грейдов с двух форжей, чтобы грейды троечки были. То есть там 3-3-2 где-нибудь. А с миксом в темпистов все делают только атаку в основном. Вот как у скиллоса примерно я сейчас. То есть можно пойти и выпилить. Чё култи ждёт сейчас? Я хз вообще. Так, култи пошёл на скиллоса. Скиллос пришёл к култи. Всё, пошёл замес. О-о-о! Отходит скиллос назад. Дестабилизаторы бомбито делают. Но вообще ничего не убил практически скилл своими дестабилизаторами. Колоссы ломятся вперёд. Там зилоты отдаются просто у култи дома. Ё-моё, какая тут мя-месивая идёт. Зилоты сбоку архонов зажали. Дестабилизаторов култи разгромил в итоге. И Мортлов здесь 10 иммор... Ё-моё, а у култи есть вообще обнаружение какое-нибудь? Не вижу никакого обнаружения. Здесь уже карреры полезли. Култи чё? У култи вообще по воздуху чё-то слабо тут. Если честно. В итоге култи сам как... Если култи сейчас затянет, он умудрится слить игру такую. Почему? Потому что с каррерами у него вообще не о чем драться здесь. Но вот это начинается. Бич гейминг реально вот. Когда просто вот... Я всегда ною по этому поводу. И по поводу евро даже гейминга. Вот корейцы, они никогда не будут хель такого дела тянуть. Вот что... Блин, здесь лимита 200 лучшего по земле. Чё бегал-то? Всё, здесь по 5 карреров строится. Если култи сольёт эту игру, только он здесь будет виноват вообще. Только он. Вот Мазершип. А дальше-то что? С каррерами чем биться? Здесь только по земле всё дерётся. Один каррер, а сейчас будет ше... О, зилки отдаются, идут от скиллосов. Култи надо принять зилатов и пойти и убивать его попробовать. Сейчас. Нужен до варп сталкеров. То есть грейды наземные великолепные. Сталкеры будут сильно решать. Есть призма вообще у култи? Ни хера нет у него вообще. Ну, чё он делает, а? Ну, тебе видно же, что лимит отдаёт игрок. Ну, понятно, что он что-то заменяет чем-то качественным его. Блять, просто. Ну, что он ходит-то? Ну, что вот это происходит? Ну, что вот это? Пришёл в это место, постою. Такой бред. Так, призму ждал култи, пошёл. Ну, с призмой, с до варпом сталкеров реально биться. Каррера с одной атакой. А нет, вру, скиллоса две атаки на воздух, между прочим. Так, нужен ревелэйшн. Ё-моё, култи сейчас увидишь, что там каррера в пачку уже. А каррера в пачку, это жесть. Ну, вот, надо размениваться и варпить сталкеров, и убивать землю. Култи вынесет просто в мясо сейчас. Убить воздух будет несложно с до варпом сталкеров просто. Земля падает, култи варпит. По 12 сталкеров, между прочим, варп идёт. Иммортлы просто аннигилируют всё. Колоссы, архоны дальше идут. Куда сталкеры-то двигаются? Кончились интерсепторы. Култи надо просто зайти сюда сейчас, убить этот нексус и продолжать варпить сталкер. Проложать давить скиллоса. Дестабилизаторы упали все. Нексус падает. Неужели култи их всё-таки убьёт? О, чудо, блин. Ну, здесь ещё плюс 5 карреров, между прочим. Сейчас 10 их будет, а это уже печаль вообще полная. Призму берёт, ближе переводит, потому что здесь уже лимит есть, чтобы... Точнее, здесь уже лимит, а нет, чтобы юнитов варпить. То есть надо убить сначала всё, а потом ещё новых варпануть вообще. Хорошо, что култи сейчас... Вот если бы он посидел ещё чуть-чуть, и сейчас-то уже я не знаю, как воздух слить. 10 карреров. Ну не, если так скиллос будет лететь на сталкеров, то понятно, как его слить, просто убивать их. Но если култи сейчас уйдёт, он реально проиграет, скорее всего. Потому что 10 карреров... Хотя у него запас резов, карреры тоже, знаете, не бесплатно интерцепторов делают. Теперь уже после потери двух новейших баз у скиллоса печальница. То есть это была 4 база, это 5. То есть как бы на них больше всего минералов осталось, получается. Вот, култи заходят с другой стороны, давят. Там них сута дома строят. Култи надо грейдл больше доделывать тройки по земле, как бы, ну и додавливать идти. Выносить всё, скиллосу здесь надо култи. Так, идёт вперёд култи. Ооо, там интерцепторов просто немерено, ребята. Даже мазершип култи пока не может сбрить. Ёпт, today, как говорится. Наземный только лимит остался, смотрите. Просто карреров 10 штук, и всё, у култи ничего нет, чтобы с ними бороться. Ё-моё, посмотрите, как култи игру сливает. Сейчас будет эпичный, может быть, камбэк от скиллоса. Архонов убил и слил сам двух своих култи в итоге. Ещё 2 каррера сейчас выйдут у скиллоса. 13 их будет. Култи сливает архонов с талкеров. Нужно бустить всеми, все нексуса, что есть. Да, бустить гиты только с новыми доварпами. Култи здесь может справиться. Только с новыми доварпами. Ещё архоны сливаются. Здесь не архонов надо, здесь карреры. О, здесь сталкеров надо масс култи на самом деле делать, как мне кажется. Потому что архоны здесь уже могут не спать. Так, пошла атака. Здесь в туловище надо карреров покусить. Приходит... Какая убогая позиция у култи. Как можно такую убожественную позицию занять? Ребят, култи проигрывает такую игру жёстко просто. Прикиньте, вот это игра получилась. Блин, молодец. Скиллос вытащил на кайрах. Это как и Азергов бывает. Армадой вытаскивает. Калджи, казалось, всё, последний вылет идёшь. И он не может отбить просто никак. Ну, култи запас ресов есть. Можно попробовать что? Можно попробовать вот этими выбить экономику. Десять интерцепторов не строил. На варпе где-то вдалеке сталкеров. Скиллос сейчас просто продакшн. Продакшн собьёт и всё. Ничего култи не остаётся, кроме как... Не останется, кроме как выйти из игры в итоге. Так, здесь иммортал колосса. Нексус надо добивать. Здесь есть ТП, между прочим. Может телепортнуться скиллос в любой момент назад. Так, сталкеры уходят. Култи пытается бо-лимит сохранить и правильно делает. Так, иммортал колосса пришли сюда. Нексус падает. Сталкеров сколько сталкеров? 18 против 13 карреров. Они ничем не могут помочь, очевидно, да? Да, скиллос телепортнул. Часть карреров, кстати, назад. Это значит, что армия поделена на части. Надо бы уйти сейчас. Нафиг отсюда култи куда-то лезешь-то. Уйди, ё-моё. У култи даёт. Кстати, култи почуял кровь. Можно карреров этих поймать. Смотрите, ведь можно, они сзади побегут. Они сзади побегут здесь, пока скиллос всё разбирать. А ведь у култи запас ресов. Есть ещё не конец, ребят, игры. Четыре каррера култи на халяву скиллоса убивает. Да, это просто великолепное решение сюда пойти, на самом деле. Вот выпилил лимит. У скиллоса, правда, больше. До сих пор боевого 9 карреров. У култи сколько? 14 сталкеров. А где его армия-то вся? Реса-то есть. А, у него, наверное, походу кибернет ещё нет. Я не знаю, почему култи такая ситуация. А, у него и до варпа нет нормального. Заходит к скиллосу на втором. В элиминейт, что ли, пытаться уже сыграть? Я не знаю, култи надо. Так, здесь скиллос Нексус не видит новый. А ведь на таком турике обидно, короче, проиграть с таким призовым добавленным. Оракул тут летает. Так, нашёл скиллос култи секретный Нексус. Минус секретный Нексус. Слушайте, а ведь ничего не сделать с этим 9 каррером будет. Хотя нет 20 сталкеров, и у них грейды... Грейды, кстати, у них не особо лучше. У скиллоса 3 атаки воздушных броня, воздушная 2 грейда на поля, а здесь просто у култи 3 грейда... Так, 3 атаки, 3 поля и 2 брони. Ну, получше чуть-чуть, но поверьте, карреры здесь расчехлят. Просто могут расчехлить. Но у култи осталось добыча, в отличие от скиллоса, и он может подварпить боевого лимита. Сейчас немало. Так, падают дарки, падают всё. Нахера юнитов сливать вообще сейчас култи? Так, карреров хочет начать фукусить. Сталкеров мало, чтобы убить карреров. Маловато. 9 сталкеров. Так, пробочек шатает култи. Не надо палить сталкеров на... Так, стой на ксиллаге. Вот сейчас нужно, знаете, в какой момент ловить култи? Вот вижен нужно ловить, чтобы видеть, как скиллос куда-то летит. Во-во-во, смотрите на халяву. Можно. Вот-вот-вот-вот, карреры летают култи. Ты чё? Минус раз, минус два, минус три. Минус четыре каррера. Сколько там карреров-то осталось уже? Так. Ну, кстати, култи не пробивает или пробивает. Не понимаю, ещё до конца гейминг полный идёт. Култи уходит. Так, три каррера осталось. Ёпс, тудэй, ребятки. Два каррера остаётся у скиллоса. Но сталкеры все падают и здесь по земле ещё. Лимит есть 8 на 36. Кажется, норм. Вот это игра получилась. Просто чудеса на виражах. Что есть у култи? Три сталкера. Нет, этим не выиграть. А всё потому, что ходил на вот этом лимите. Ходил-ходил. Напал, казалось, уже всё, да, сносят. Но култи крит массу карреров скопил. Ой, скиллы спросить. И всё, култи не убить нифига. Печаль. Печаль. СНГ, ГСЛ, не иначе. Как группа Д, короче, ребят. Практически. Где 4 процента. А ведь ничего не сделать. Добычи нет. Опа. ТП пробок сюда идёт. Ну вот единственный шанс, да, пытаться как бы подобывать что-то тут, но... Даже вот эти пробки 16... Куда ты поехал-то? Куда он поехал-то? А, Оракул здесь летает. Ёмка, ой, култи поехал-то. Он Оракула боится, связанно. Ну сейчас скиллы просто выпилят все гейты, и всё, печаль будет. Ведь култи был близок здесь даже, чтобы карреров всех убить в итоге не убил. Ну тут просто не наварпить на 36 лимита. То есть, чтобы 2 каррера култи убить, ему надо где-то 8 сталкеров. Нормально убить. А вот это-то чем убить всё по земле? Вообще нечем абсолютно. А вот не сливал бы просто здесь на каррерах имморталов колоссов, которые здесь дарками убиваются. Просто видишь, что карреры куда-то улетели. Ушёл назад сюда, и жди, пока они прилетят, как бы. Разделил карреров напополам, скиллы с... Лови их к сталкерами. А теперь против земли нечем биться култи здесь скиллосовской. Так, гейты, кроме одного, вообще все отключены в итоге. Так, естественно, стрима будет по Nation Wars, но в игру не попасть с прошлого года туда. Пусть там Ривкин устроил нытьё, я помню. На наши зомби напали. База атакована. Я здесь, среди теней. ГГ, пишет култи. Ну что же. Чё там, демага-то ждут нас, интересно, или нет? Так, 15к может быть фейк. Типа донатом, говорят, что ли? Типа донатом, говорят, что ли? Типа донатом, говорят, что ли? Да. Типа донатом, говорят, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Честно говоря, Кулси против Скиллса ПВП на заглядение Было про 15 кэсов Пока непонятно, потому что может быть Каким-то фейком по дежосам Чуть последнее время, когда там участилась хрень Если, ну... Ну, хв, что там как? Так, B-Invited Все, ребят, полуфинал номер 2 Поддерживайте вашего стримера Любимого помеща Или нелюбимого, естественно Донатный год объявляется Открытым Поддержки принимаются любые Закладывайте хаты Драгоценности Можете свои части тела, я не знаю Как бы... Главное, поддерживайте меня И мой канал Премами там, чтобы рекламы не было От блоки отключается По реквизитам и т.д. Ну и... Турик можете поддерживать тоже Так, вот, ревчик тут, смотри, ворвался Тебе надо знать, что это его аккаунт Субтитры сделал DimaTorzok Фейковая зарплата Я ХЗ, там мне что-то в батле написали, кстати Сейчас, секундочку Кочесточник, ну, смотрите Я не знаю, откуда там поддержали, ребят Если честно Димага против B Второй полуфинал Скиллы ждет в финале Оппонент своего, призовой Более чем достойный Если это правдивый, короче, поддержос Вот, если не правдивый, то печально Тогда И значит, короче, блин, так Могут задолбать в итоге, что Отключат PayPal, поддержусь его Так, 21 палец, как часть тела Принимается ли Не, ну, ты можешь, как бы, у себе Парулюбер удалить Кому-нибудь за деньги их продать Меня поддержать И у тебя и занятие как раз найдется потом Вот Как раз по твоему никнейму Подходящее Вот Как-то так Короче Полуфинал Димага B Катализатор У нас карта Димага красный Би синий Ну и идет Строительство рабочих Димага 6 собак Закал Скорость там и там делается По рабочим, кстати, просел Би просто у дронов строит И Би заказал Всего 2 собачки А Димага на 2 дроны За это, собственно, и просел Потому что собак больше закал Причем Би видит, куда линги бегут Прекрасно И что в итоге Димага 3 у хат Слушайте, у Димаги Беллинг Нест Если Димага сейчас бы Линга бы строил бы Просто по КДшечке Он бы Би мог бы минуснуть Потому что у Таони Беллинг Неста Ни хрена нет Как бы У него вложение в хату Жесткое Димага может хату Прямо сейчас отменить У Би нет собак Чтобы подлить Пока сейчас подбегут Плюс 2 сюда Димага 3-2 этих хат гонит А ведь дамажит Хорошо, грозет Так, и здесь отгоняет Ух, хорошо Димага на развороте Бой дал Побеждает Да, побеждает Би здесь Но у него еще 2 линга нет А с этими Не надо бодаться А не минуснуться Потому что Все, сам 3-ю ставит Ну не знаю Вот у Димага просто Разменялся И все Би рабочую строю Тут все в порядке Димага с другой Старт тоже Все нормально Димага с другой Ну а Ну вот. Так, Димага активно чё-то лингов начал добавлять, словил supply блок, ё-моё. А у B-оверов нормально настроены. В итоге Димага просел на 10 лимита, просто на ровном месте. А по рабочим-то уже вообще сейчас печаль полная будет. Хорошо, здесь королев хоть защитил вообще. Так, королеву вместо Оверов надо было взбить Димаги. Не сбил Овера или собьём. Ай-яй-яй, улетел. Смотрите, сныкался Овер. Королевы идут, не видят ни хрена Димага. 22 рабочих на 41 би. Это что говорит? О чём? О том, что у B всё замечательно по экономике, но по боевому-то лимиту так себе у B ситуация. И вот он сейчас бежит всеми назад. Димага пытается проатаковать. Но здесь Беллинге морфится, смотрите. Ведь Беллинге... О, Димага мужика врубил. Беллинга взгрызает. Не побоялся, не побоялся. B пытается ступить. Димага просто врывается. Контратака и начинает нагрызать всё и везде. Но B Бэйна привёл. Димага не сконтролил против Бэйна. Это была очень печальная картина. Собаки упали. В итоге B отбивается. У него больше рабочих осталось. Но ненамного. 31-35 сейчас ситуация. А у Димаги Роуч Ворона плюс один. Слушайте, этот Роуч Ворон может зарешать. B вперёд пошёл. А что он собрался атаковать? Да нет, не будет вроде как. Так, всё ещё у B больше рабочих. Он всё ещё их строит больше. Как-то я смотрю, и вот то, чего раньше я не мог представить, чтобы Димагу кто-то там пережрал в макро. Там, если, может, сливка какой-нибудь уволят. Ну, у меня с первого старталку с такой. Димага, это грейдэ, это мошна, мясо просто вот это вот. И контроль тоже неплохой при этом всё. Но теперь, блин, Димага постоянно проседает именно в макро. Почему-то. Не знаю почему. То ли тренится у Мага. Говорит, не привык рабочих чувствовать. Это всё. Продолжение следует... 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 Так... Ну что... Четвёртую без-т chopped пердилась... Видимете там роучего... Всю строятся... Дисервером крипа налил... Чтобы здесь удобнее... Самому ходить было... Между базами своими... Без скрипту... Соответственно... Семидесят один дрон... можно сейчас накопить нам у турецов кстати би было бы некоторое количество так смены часть дронов перекинул молодец на 4 добычу начал и минералов и газ начал таскать тут на этом газе надо бы дрончиков еще парочку запилить на газ еще дрон давал 84 убил уже рабочие эти многие наши игроки зерги научились макро играть просто строить 80 плюс дронов и блайк том числе молодцы приятно смотреть ченнинг вышел минус ченнинг я как это долгое завоза какое-то уже прям затянулась сейчас мута будет заказ на уби по ходу дела димага ходит оверов собирает на центре файл вот пошел выход и может сейчас произойти то о чем я говорил у димаги плюс 2 2 1 грейды убить только одна атака 6 муталиска всего и сейчас димага просто придет землю в хлам и вынесет кстати уби скорости на ручек нет его скудэй какой он завязывал с этими скудэем еще подумал я еще и скорость на ручке не сделал муты муты прилетает 6 штук ребят 6 мутали сколько они убьют всю эту хрень тем более здесь же броня одна есть короче димага просто пришел и биша с вынесет потому что он сидел и слишком пассивничал с преимуществом вот такие вот дела ребят так ну это минус б 100 кудо посмотрите на лимита 78 на 157 все что нужно димаги да вот он спорых закал гидроден есть просто гидре щас грэйды димага сделает и вынесет ли просто так частью руч пытается уйти было бы закупку уже бы бигага написал в наш англии так заходит на третью здесь как же все тупить то плетки роуч могли бы убить эти плетки все три штуки блин а димага просто ими не за контроль но вот новая пачка пришла гигантская рачей выносит короче димага 4 убит и пишет ггвп улыбается ну что ж младе сби младе с димага ждем следующую игру а Продолжение следует... 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 так привет на твиче всем вот что я комментирую репки ну потом как-нибудь может будет потому что ребят вторая карта би против димаги опять же димага заказал 6 собак би только две собаки закал упа у димаги еще четыре собаки дел сустя прилетел би димага идет третью стая сустя может димага здесь грызалити хочет сделать что-то ему прям много лингов до заказа ведь он продолжает собачек строить а ведь можно приныкать их просто сейчас кладочка сбор вот так стоит емано так еще четыре собаки димага делает еще шесть грызалити да полная походу димага хочет нам продемонстрировать здесь пытается нормально разменяться с би с собачками если победит то нормально кстати лингов все больше и больше а би то рабочий уже начал строить так куда димага все вперед то ведет чему не посидеть то здесь зачем он все вообще бросает в атаку не понимаю овер же видит все прекрасно как собаки вперед выдвигаются ну би кстати не готов к лингам к этим так у димаги скорость доделась собачки вперед две бип словил два линга сейчас димага третью пытается ужрать третью хату ужирает в тылу там линги что-то подкопились выдвигается вперед би 10 лингов строить димага блин вот нет бы там посидеть дома скрытно выдвинуться вперед сейчас и попытаться сгрызть все нахер короче хотя и так получается смотрите королева под ударом собаки падают убит королеву димага сейчас грызет да забегает на вторую всеми лингами между прочим сгрызает собак в рампе королев грызет бейлингов надо схавать вон бейлинг морфинса неужели димага не видит бэйна блять чё димага делает я извиняюсь конечно ну чё он делает сейчас той ужасный контроль был просто жесть вместо того чтобы фокуснуть сразу у бейлинга грызть королев димага взад вперед бегает просто сливается в никуда блин вот собак еще отжал да на третью уйди ты на третью запилий бейлингов и все из демадженных лингов бейлингов а газа нету димаги какая печаль вообще главное что не из демадженных еще бэйна пилит что очень печально так бейлинг есть уби димага видит боится поэтому естественно би здесь можно кстати димаги бэйном би взорвать неслабо здесь смотри сколько собак ёху чё димага бегает опять так пошел замес бэйнов бэйнов ой бэйлинги взорвались димага здесь но взрывал неплохо пытается прогрызть но третью убил еще линга заказаны би пытается сам мастить лингов то есть здесь у обоих глаза загорелись что один на другого ломанулся что что димага мастится что би мастится короче вы видите что творится димага бэйнов на обороне делает плетку делает на всякий случай понимает что убить третий нет понимает что можно здесь нормально все сделать так спорку заказал спорку отменить пора бы уже так чё димаг спорку то делает отменять ты ёма так два бэйнов два бэйна би пытается димагу здесь поразводить димага не видит что спорку пора отменить короче спорку доделает в итоге на будущее на будущее димага просто очень хозяйственный очень стратегичный стратег короче спорка пригодится в будущем это сейчас в муту все выйдет просто и спорка пригодится так везде бэйны линги би пытается проскочить как можно было не взорвать нихера ходить пробегала но димага только в конце взорвал там би собак сейчас можно контр забегания просто сюда бросить собак би на вторую базу и он ему будет тяжело отбиться очень тяжело так би все новых и новых там бэйнов пилят так здесь бэйлинги взрываются в итоге димага королева межоуверов начал шатать вообще я модуру комбат только на серии играл и везде уби как стивовера висят все он видит все уби там четыре газа он 2 вас сидит там что пытается рабочих би чё-то до хрена прям наделал новое как димага тут все повзрывал к черту кстати сейчас смотрите собаки пробегают на вторую просто венегатку чё димага делает а он типа вне вижена бэйлингов пилит ведь смотрите королева под ударом у чё димага делает час куда он чё он делает а или просто смотрю я поражаюсь блин стоит королева сгрызит и он бежит к собак к рабочим отдает всех собак просто намуи сейчас да короче роуч ворон вэйру димаги пора бля сейчас все это дичь еще в макро выйдет по ходу дела вообще жесть какая-то и рабочих по один сделает димага тоже просто забеги сейчас к убей королеву сзади бэйлинги придут убьют рабочих все нет куда-то бежит димаг главное что сам пробегает мимо королевы сам ее видит и к рабочим побежал зачем эти собаки королеву моментально вообще сбривают так бэйлинги ныкаются бэйлинг всю движуху спалил собаки пробегают на мэн уже или куда нет на вторую нет на мэн димага убегает разведают проверять что же здесь творится здесь ничего не творится и еще и дрон умудрился спать каким-то спасти каким-то чудом 55 61 право димага еще еще и димага умудрился по рабочим в такой игре остать только под стать столько подумайте жесть какая-то 5 оверов у димы плюсом элегантный снг гейминг противник атакует рабочее месторождение минералов и сякла эволюция завершена войска роя атакованы атакует вы Так, ну тут что-то Демага отгоняет Би вроде как. У Би опять мута, у Демаги опять против муты ничего нет, кстати. Но Демага опять может выйти вперёд и, кстати, Би попытаться развалить прямо на муве здесь. Куда, кстати, мута наверх летит? Не, пока Би стоит, мута лески вообще вперёд не идёт. Так, Демага на четвёртую заходит, Би видит, куда Демаг заходит. Фаербол сразу же сбривает, Демаг приходит, муту наблюдает. О, реводжеры Би подставились под Демагиных роучей. Демага мимо проходит, Фаербол просто землю вообще всю унижает в мясо. Фаерболит там прирост весь. Демага с братком и Зерг ТВ целыми днями играет. Они ещё и с Зергом играют, что ли, оказывается? Надо поиграть с пацанами 3 на 3 будет тогда мне. Ну, я давно с ними играл, я давно ФП не катал. Ну, опять Демага пришёл, опять расплетел роучей, но в этот раз, мягко говоря, не так эффективно, как в прошлый раз получилось вообще. И в этот раз Демага не нанёс такого урона Би. Но вот зашёл Нидус, и в Нидус что у нас сейчас? Сук, королев у Демаги, десяточ королев. Мута улетает, Нидус сейчас пойдёт. Роучем и Би забегает, 14, так. А видит Би, куда вообще ветер-то дует, как говорится? Да, видит. Сейчас Нидус, вылезай, королева, вылезай, трансьюзый Нидус! Такой фейл, бля, хомук. Как можно было сейчас Нидус не затрансвизить? Я вообще без понятия. О, Демага даёт. Просто затрансвизит Нидус, победил ты. Всё, нет, Демага не трансвизит Нидус никак вообще. Потому что он не понимает, что происходит. Не успел, не успел среагировать. Хату выпилил в итоге, четвёртую хотя бы. Кстати, есть на мейне овер. Можно овера минуснуть. Здесь прям под овера Нидус ещё один пошёл. Но Би видит всё, муталис как уже 20 штук. Оверсиром Нидус прям на мейн впилить. Тут Би успевать будет и туда, и сюда, как бы во все направления. Демага пытается всё что-то там Нидусы впилить. Нахера ему эти Нидусы нужны? Такие срочные. Вот здесь тёмная зона, можно запилить. Здесь королева у Демаги осталась. Можно, кстати говоря... Здесь Би ищет, здесь Би всё ищет. 14 гидралов у Демаги заказано. У него плюс 2 грейд на атаку есть, как бы с плюс 2 нормально всё. Можно королевы плюс гидралы выдвинуться вперёд, просто попытаться и всё. Теперь вижена у Демаги тупо нет, он никуда не может Нидус запилить. Нам увидите пешочком. Вот Демага, нам увидите. Здесь Крипт почти уби. Он эти камни пробил и пошёл дальше. Дома с порог запилил и всё. Так, гидра, роучи идут вперёд. Би в размен попытался идти, идёт. Да, Демага идёт в атаку здесь с теми своими юнитами. Пока играть не готов. Так, транслюза не было. Так, роучи, гидра идёт вперёд на 9 часов. Королевы где-то сзади. Грейт на рейндж. Мудр, гидрей ещё не гад... Чё Демага делает вообще, а? Какой убогий контроль вообще сейчас появляется. Армию разделил. Но в итоге всё-таки соединил. Ещё 10 гидралов. Вот сюда Нидус запили просто и гидралов сюда приводи. Просто в этот Нидус всё, что нужно сейчас Демаге. Так, би первую атаку только делает. Рейнжовую. Демаг на муви идёт. Да на муви тоже норма идёт, в принципе. И без Нидуса. Короче, начинают оверов выпиливать. У би саплайблог. Гидра сама по себе там просто невероятно всё разваливает. Муталиски вот там полетели в размены. Кстати, 29 штук. Вот Нидус Демага сюда делает. Так, би там в тылу гидру пытается зашатать. Оверсили, кстати, падают. У би саплайблог просто какой-то нереальный. Ну би будет про размены играть пытаться, видимо. Да-да. Демаги на спорах. На всех баских только можно напилить. На мэйне 4 делает. Кстати, мута-то что-то слишком много здесь. Слишком много мута. Спорки подъезжают, кстати говоря. Гидраалиски подходит. Сейчас ещё 3 спорки доделаются. И у Демаги они тоже успеют какого-то демеджа внести. Но с таким количеством муталисков немного демеджа они внесли. Короче, Демага все 3 базы одновременно убивает. Сейчас бит. И это победа. Для Демаги у него больше лимита. На мэйне просто спорок будет ещё больше. Как бы и Демага, ну, отобьёт тому-то и всё. Ленгидральиска, 20 денег. Только Гидравов достаточно на самом деле, чтобы всё убить. Кстати, например, тут ведь Роучи есть тоже. А, ну здесь есть Гидра, чтобы Роучи отогнать. Вот эти при необходимости. Так. Везде рабочие вкопаны. Там у Демаги Би пытается хата на карте ставить, сейвить, в общем-то, себя. 66 дронов у Би выжило, вы только представьте. Это очень много. Демага, кстати, не видит, где же у Би. Там ещё хата есть одна. Уходит Демага с мэйна. Один Роуч на патруле остался. Здесь Нидус Вижен даёт. О, здесь Гидралиска. Один, смотрите, с дронами разбирается. Можно хатку выпилить дальше. Так, на мэйне рассчитывают, Демагу нападают. Так, Демаг уже там крипом всё заплодил нахер на мэйне. На своём. Так, приходит Гидра. Роучи сейчас сныкает Демага в итоге. Чё, Демага не видит, где у Би базы, что ли? Чуть не понимаю. Так, видит, где база. Вот же её можно проверить. Вот же крип здесь есть. Вот же крип, Дима, чё ты делаешь? А, вот всё, Дима находит базу. Наконец-то тебе. Так, здесь Роучи забил вроде всех Демага. На мэйне ходит, не найти ему никак дронов в этих ссанах. Здесь у нас три королевы идут, плюс Роучи. Би возвращаются своими тут этими королевами. Так, дроны мимо просто пошли. Демагина армия. Ну, хату не допилил в итоге Демага. У Би есть ещё леса достаточно много, чтобы хат запилить. Смотрите-ка. Кстати, вот, Демага видит, что оверы Би здесь висят. Можно оверов сбрить. В итоге Би летит. Куда там Нидуса выбивать? Чё Демага ходит-то так долго? Да вот же хата добываться начала. Ну, Дима, ну среагируй же ты как-нибудь. Вообще, что происходит, блин? Блин. Так, Би на муви идёт в гидру. Не-не, братан, ты куда? Без шансов вообще. Так, на мэйне оставил. Да, на мэй несколько гидралов оставил Демага. Вот чё Демага делает? Хату не добил и чё-то ходит. Вот чё он ходит сейчас, объясните. Мне вообще не понимаю. Так, ну и рабочих тоже всё меньше и меньше становится. Повыбивал. Роуч хатку добивает. Идёт проверять всё далее. Здесь мута пытается спорки подрезать. Ну, здесь гидра прикрывает эти спорки. Всё нормально. Так, дроны во всем направлениям катаются. И здесь крип демагом находится. Куда там он побежал-то? Дронов-то надо поймать. Роуч гас тут заплёвывает. Короче, Би снизу ставят хаты сейчас. Демага вместо того, чтобы вниз пойти. У чё он стоит армией своей? А, ну он дома контролит против муты. Слушайте, ну если Би, конечно, здесь разберёт, то это ГГнчик будет, наверное. Мута-то мобильная очень. Меняет Би хату. Здесь вкопались рабочие. Ой, какая тягостная хрень. Что с Кул-Т? Хотя б там до последнего было непонятно, чё к чему с Скиллосом. Здесь же как-то другая игра вообще. Так, чё по гидралам? 20 гидралов, 10 королев. Я б на месте демаги просто оставил бы королев, которые еле ходят дома, блин, несколько штук под спорками здесь просто и всё. А гидру бы взял бы... Нахера гидра здесь стоит? Она мобильная, блин. Возьми оверсира и гидру туда. Ладно, пишет Би. Думаю, все спать хотят. Сорян, что потянул. КГВП. Да, а чё потянул-то? Нормально потянул на самом деле. Ещё можно было пытаться. Но на самом деле там у демаги слишком сильная наземная армия. Мута просто не могла с ней драться. А пока Би бы что-то раскачал бы, прошло бы тысячу лет, и в итоге, ну, всё печально было бы. Так. Пока. Пока. Продолжение следует... 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 Ну вроде анонсировали... Новый сезон ISL... по ремастеру. Не знаю, не знаю. Русбрейн пока не хочет пилить. Он паузу взял Русбрейн капов. Своего стримить нечего. Корейцы пока не начали играть вообще. Так, не смей говорить. Не смей мне говорить. Не смей мне говорить. Не смей. Понял? Буржуи это вообще как бы... Кстати, вот что касаемо буржуев, то это вообще как бы на самом деле не имеет даже отношения никакого к классовой борьбе. Хотя в 2К18 принимает на самом деле и этот оборот в силу обострившихся вот этих вот всех классовых, соответственно. Короче, противоречий. Вот. А откуда это пошло? Это пошло издавна. Еще там с начала 2000-х годов буржуи почему? Это общее как бы описание игроков ну, европейских, американских всяких. Корейцы отдельно. Корейцы это корейцы. А буржуи это вот... Это запад как бы получается. Чтобы просто было удобно играть. Кто играет? Да буржуи там. Вот и все как бы. Так говорили все нормальные люди. Андроид, Буба, там все, короче. Кто только есть. И никто тогда особенно этому значению не придавал. Сейчас что-то у всех пердак бомбит. Куда... Какой повод не дай, не возьми. То есть везде у всех. Только дай побомбить, короче. Сейчас приду я, ребят. Хуалет надо. Это у вас. Потом дважды. primeira пакет полаг立ians. Ах��! Ах Δ 화려. Я тебя и удлина. Только у тебя. Это не дай. Again, не будь. Какого-то работы. Продолжение следует... 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 Какие-то. Так, секундочку. Антох, чуть позже перезвоню. Ну, затягивает с пушем здесь, на самом деле. Скиллос, но он обошел плетки, и смотрите, демага как медленно их перекапывает. Ошибка, демаги. Ну и все, плетки не вкопались, можно пушить сюда. Поправляйся, бигджаб, все норм будет у тебя. Я уверен. 1-0 скиллос, ребят, это абсолютно точно. Ждем вторую карту, демаги уже никак не вырулить из такой ситуации печальнейшей. Да, призма нет, но сейчас новая подлетит. Да, варпы там дома скиллос делают. Кстати, у него есть твайлайт? Нет твайлайта? Ну, адепт фон варпет, потому что тут нужно что-то, что будет собак убивать. Даже без глефа адепты будут это делать в большой куче лучших сталкеров с двух ударов. Хотя, на самом деле, адепт еще и подешевле сталкеров. Гегенчик, ребятки, здесь приехал. Демаги, характеры есть, которые бесполезны практически. Так, сейчас я отзвоню, что-то мне все звонят. Буду дыхать в игру. Так, сейчас я отзвоню. Так, сейчас я отзвоню. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Так, секундочку, опа Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче... Субтитры сделал DimaTorzok Как бы и... Добавил субтитры DimaTorzok 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 По-другому здесь будет происходить. Так, Скиллос вперёд выдвигается. Гиты открываются. Нужны пилоны. Нужен... О, соплай блок славил. Нужно сейчас несколько пилонов делать, на самом деле. Закрывает рамп. Полностью проход укрыть. Собак очень много в дозаказе. Если мага хочет в Гидроден выйти, это ошибка из своей стороны. Он не успеет выйти в Гидроден. Это очевидно. Потому что здесь сейчас просто начнутся давар по-гигантски. И тут хрен, что сделаешь вообще. Ну, Скиллос мало пилонов добыл. У него всё, 16 сопла, на самом деле, в плюсе, как бы. А это один варп. Вот сейчас ещё два пилона. Погнали. Вот. Теперь уже... Так. И Роуч Ворон, и Гидроден у демагич. Что-то он всего тут решил настроить. И всего, и побольше. Так. Собака вперёд бежит. Сейчас палец Скиллос. Что тут происходит? Что призму уже вперёд. О, собака за кустами встала. Вообще ничего не видит. А Чарлик во сне скулит. Снится какой-то собачий сон ему. Интересный. Надеюсь. Интересный. Так. Собаки сюда подходят. Нужно сделать офф. Нужно побольше. Скиллос. Так. Плд прекрасная. Короче, не пробить здесь демаги Скиллоса армию. Собаки вообще почти бесполезны. Шесть адептов плюс Дилла. Да, вапливца. Королев уже Скиллос начинает прессовать. Конечно, с Интри сейчас упадут. Нет, не упаду. Скиллос царь забрал Синтри. Слушайте, Скиллос мастер пуша какой-то. Вот. Ну, демага в ответ может засчитать рыбачок. Что же Скиллос мастер носа сбоманного, как вы помните. Старый баттл. Шепа с регалайзом. Вот. Ну, засчитает ли демага, видимо, уже в третьей игре будет понятно, потому что в этой игре все приплыли. Здесь все приплыли, ребятки. Это минус демага, к сожалению. Так, минус овер демаги. Нет, Скиллос не добил. Пошел на ХГ. На призму еще может контролить. Самый прикол, самых ценных юнитов. Ох, хорошие два филда. Фаерболы падают на эти филды, но тут печальность. Да, варп идет. Демага не пытается. Призму фокуснуть. Поздный фокус призмы. Она еще и спаслась чудом каким-то. В итоге королевы просто с гидралами никуда потратили демэдж. Потери хочу глянуть. Потери еще печальнее, чем прошлой игры. Трехкратный разрыв. Ай-яй-яй. Здесь демага просто роуч и линга бы делал, бы он отбился бы с реведжерами. Тут реведжеры, вот в таком пуш реведжеры чрезвычайно важны. Понимаете, вот так вот филдами закрылся, как бы, да? А раньше что? Раньше ничего не сделаешь, как бы. А сейчас реведжеров пять есть, там шесть. Процесс филдами тебя сжал, ты туда как зафаерболил. Прикиньте, там все в куче, там демэдж еще лучше заходит. А у демаги-то мышление, понимаете, потому что он в лотов не тренится профессионально именно, а просто фанится как бы играть. У него мышление еще, то есть он на старой скилухе тащит. У него мышление еще волоское, хоцовское, ну, по-другому как бы он действует. А здесь совершенно другие вещи можно творить-то в лотове уже. Сами вы прекрасно, я думаю, это понимаете. Захожу в игру. Захожу. 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 Так, здорово всем еще раз, ребят. Нажимает димага скиллс. Скиллс тем временем димаг нажимает. Так, пиляю рекламку, помните про блог и подписывайтесь на премию, поддержите меня на мой канал. Эта игра может последней стать сейчас уже. Продолжение следует... Так, привет, машин. Тебе показалось матч подставной. Но если ты... Если ты фанат теории загоров, то можно везде найти подставные мальчика его. А по факту, что сказать, у Скалит хороший уровень. А на буквально через несколько дней после того финала Скалит втащила свою группу ГСЛ в Рос-16 и вышла с первого места. Тоже подставная получается, как бы, тогда тема. Ну, то есть... Либо тогда обе подставных темы, либо, значит, не подставная. Делай выводы сам, короче. Так, ну что. Пилонги и Гасникс, Кибернетчика, скиллоса, третья игра. Что-то какой-то финал не такой напряженный, как полуфинал у нас получается. Ну, а что делать? Может, Димага сейчас кашекамбэщи начнёт? Ну, пока что-то не очень идёт. Я не знаю, таких шуток потом. А то могут не понять, скажут у Помя тут какие-то хохлофобы, украинофобы, там, чьи-то дэнни. А таких здесь и нет. Так, Старгейт пошёл. Адепт Старгейт, ребят, Димага сейчас всё спалит. Не хочет скиллос больше с роба пушить, то есть решил сыграть более стандартно. Ребят, подустал я за сегодня, уже 14.00 стрим начинал. Сегодня почти сколько у нас? Почти 10 часов стрим уже идёт, 9.5, так что устал я немножко. Уже завтра в 13.00, кстати, начало будет стрима, помните об этом. В арте мэп-тест турнир будет 1.4, там, этого Турика. Вот Африка Глобал прикольный, кстати, турник, но он в 7 утра будет. Конечно же, стримить я его не буду. Почему? Потому что слишком рано. Супер Нова Партинг, ММА Ревайвл. Прикиньте, какие никнеймы. В чём фиха? В том, что это все игроки, которые вернулись сейчас, как бы они не играли давным-давно. Супер Нова Партинг, ММА Ревайвл. Кто в армии был, кто в инактиве. Вот, интересно было бы глянуть. Ну, там, наверное, ММА должен тащить, он уже только форму неплохую набрал. А мэп-тест турнир в 13.00 будет, соответственно. Также завтра ещё что? Гоуфу СК, больше ничего не вижу особо там. Ну, на мэп-тесте зато плей-офф 1.4, там Блай будет выступать. Куда там у вас, Илюх, много народу придёт? Трога, много народу придёт. Звучит классно. Ну, чтобы думать. Да-да. Парк, надо помочь. Девочка-ха. Ура. 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 Нужно. Ура. 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 Субтитры делал Dux Ну что, Феникс летает разведу Здесь третий Нексус строится Что-то я подзавис, если честно И еще больше усталость на меня накинулась И я что-то замолчал реально Встали котлы Ну надо раскочегариваться заново Здесь у нас играет в колоссов, в чарж Плюс один скилл из третий Нексус Ну то есть такой против земли, чисто микс А вот будет ли готов он, если демага муту Например, напилится, шпилят Это вопрос Ну старгейт вообще как бы есть Я не верю в Супернова, слушай Я верю в Супернову Даже более того, как бы После того, как он себе сделал операцию На расширение глаз Он стал уникальным корейцем, понимаешь Страдки европейские Скиллуха корейская Ох, просто вообще царская схема Так, шпиль почти готов Да, слушайте, это свитч мутку будет Демага может зарешать Но надо дронов только вот так вот не делать с ними Больше Ну ема, опять без меня, да, короче Там тусуетесь Все понятно, короче Какой сегодня 17-ая Это уже завтра, ема Все, мне уже поздно Теперь только если Крестов меня кто на самолете отвезет Так, гиты открываются Фениксов начинает строить скиллс Вот я не понимаю Ты видишь муту Фениксов здесь строишь Захожи хоть батарейку-то здесь Ради приличия Чтоб фениксы не улетали на мута Фатонку не заказал Батарейку не заказал Мута прилетает Начинает унижать Просто весь мейн Сейчас пилон димага убьет И все, фениксов больше не построить Скиллсу будет Муты все больше и больше налетело Такая нелепая поражение Главное спалил Вот просто Две фотонки Батарейку под продакцию на фениксов Все В итоге димага просто шатает Скиллс там в контратаку ломанулся Да, куда там Там просто Прикол в том, что там муты все можно убить Так, а окону димага убивает сразу Потому что это самое опасное против муталисков цели Естественно Так, Фатонков Так, сталкер Куда? Что-то все на муве ходит Какая жесть, дичь просто творится Так Так Ну тут Килос пришел Колоссов ему Куда смысл телепортироваться Вообще здесь не понимаю Куда-то Так Дилки напрягают Ну телепортнулся домой А дальше-то чего Чего варпить-то не по... А, ну архоны здесь единственный шанс Но надо Каким-то образом Заставить димагу отключить голову Чтоб он просто начал драться Муталисками в лоб с архонами Если бы сейчас Скиллс опять вперед пошел У него был бы шанс так сделать В итоге даже хату не добил димаги Скиллс и Как-то так Так, фениксы строят Нет, старгейт вообще димага убил Тимпа, вот на что Скиллс рассчитывает Там муты полная пачка Летает на карте А скиллс просто Стоит здесь армией своей И на мэйне вообще ничего не Хотя тут и рабочих нет С другой стороны, но... Так, пошел опять Скиллс вперед Караптеры, архоны Ёма, димага уже какой-то Этот бред Караптер архоновый Начал... Ой, караптера муталисковый Начал играть просто Ну это реально Бредовая страта Почему она мне всегда... Ну хотя не, иногда она работала Мута караптера Раньше, помню В хосте были времена Че-то туда-сюда скиллс Ой, че он туда-сюда ходит Непонятно Вот блин бы сталкером Хоть сделал бы Было бы хоть что-то Здесь какие-то шансы были бы Мутовый период пробок Караптера засали Все, нету С... Архива темпларов Здесь димага нагрызает И морфла пытается Грызонуться Если эти прибегут Собаки К минусу морфлу Точно будет Здесь скиллс Конечно, напрягает Сколько у него сталкеров 18 Слушайте, немало 18 сталкеров Плюс архонов Две штучки Могли бы в лоб Нормально подраться Здесь араку Крайнюю базу шатает Смотрите, сколько тут О, димага тут уже готовится К обороне Вот Ну не, это поражение Здесь нечего ловить Сейчас придет Скиллс сталкеров На плетках На отдает Архоны сдохнут Скорее всего Потому что призмы нет Что-то на них сконтролят А они сейчас вперед вылезли А плетки по ним Хорошо атакуются И сами увидите Что творится В итоге в лоб Прилетит димага Отобьется Просто и все Книгу математики Победы Нет, не читал Поэтому Поэтому Такой плохой Групп всегда и был Что я тогда Еще и книги не было А как вышло Не прочитал И поэтому Такой плохой Комментатор Я ведь Что тут делать Не, ну тут Скиллс там И на то Все Димаги уже в лоб Пораж Че он боится Не понимаю Начинается Говногейминг Еврогейминг Просто Я не знаю Как может 4-16 Там 14 Сталкер Димага 35 Муталис Кем Просто Че он летает Сейчас Димага Не понимаю Че он Че он хочет В общем-то Влетел В сей хренью Оракулу Этого санова Забирать Пойди ты Добей его Дима Че ты Блин Летаешь Не Ну Не такая Скилл Хочет Димаги Чтобы сразу Оценить Ситуацию И добить Оппонента Димаги Да Сейчас Точнее Димаги Сейчас Разовьемся Здесь Всех Нагнем Димага Куда-то Хитро Вообще Летает Там Такая Армада Бегает Только Быть Подлететь На Границу Сюда Вдруг Там Блин Агрессивный Сразу За удар Все Сдохнет Короче Все Эти Муталиски Блин Так Будет Дожим То Не Димага Тянет Так Вот Неужели Димага Понял Что Здесь Юнитов Мало Молодец Дима Со второго Раза Понял Это Грамотно 2-1 Ребятки Нужна Четвертая Карта Нужна Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok И снова здравствуйте, актуальные новости 2018 года, ребятки У нас финал DimaTorzok А тем временем Валера Алкаш катает ладер Ну и четвертая игра у нас Ребят, не принимайте близко к сердцу на самом деле Говногейминг, не говногейминг, нормальный гейминг, ребят Это наши пацаны Есть в СНГ, кто и посильнее их играет Конечно, слава богу, сейчас Надо трениться и уровень в целом у всех будет расти по чуть-чуть Так, помните, ребятки, про Адлуки, про премиумы Поддержите мой канал Каждая игра теперь последней может стать на самом деле в этом матче Такие дела Кул-Ти, все нормально Ну как же ты долго ходил, у тебя там наземная просто неубиваемый лимит был Ходил, ходил, блин, напал бы уже там просто и убил бы нафиг Потому что эти, ну, колосса в итоге я боялся как раз свечу воздух Ладно, там ход какой-нибудь там В лотве это по-другому, нючка Все-таки В итоге так и получилось Валера это надежда СНГ Через год Валера в топчиках Будет Будем надеяться Не зря шумладер катает Так, ну что, неоновая площадь у нас карта Будем надеяться Так, ну, семнадцатая хата, газпул у Димы Третья до готовности пула хата То есть в ущерб одной из королев получается Либо в ущерб скорости надо делать это Но в скорости в ущерб не надо это делать Потому что иначе это печальный будет билд Так, вот королева на второй заказ Скорость Димага сейчас соточка добудется Да, вот сотка все есть Надо скорость пилить Скорость запиливает Один дрон на газу остался Три переводятся на вторую базу Так, Димага хорошо дронов сплитит Чую сейчас 2-2, походу Если бы, конечно, от сплита дронов Прям победа бы решалась Вообще было бы норм Да, не решается Минус-овер Димага решил, что не будет Что-то здесь сталкер А здесь будет сталкер в итоге Твайлайт заказан на мэйне Прямо видит скилл из Твайлайт Прекрасно А что это? Может это... А что если сделать блинк-пуш Самый ранний, безгрейдовый На 6 гейтах вообще С максимальным бустом блинка Но бустов нет, поэтому не будет Таким билдом Я какие-то... Крейзи-стратегии предлагаю Что за Валера? Что за Валера? Зина Что за Джойка Зина? Помнишь? Вот и здесь такая схема Опа Закрыто все Слушайте, это чаржинг Чаржингский спуск Чаржингский спуск Пушски Это этот Прибалтийский латвийский билд Короче Поняли, да вы, я думаю С газа все снято Сейчас 14 пробок здесь Вот надо 2 пробки достраивать Каких 14? 16 их должно быть Решил почему-то скилл Сейчас убьет таким билдом Димага Слушайте, а может и убьет О, Димага все спалил Еще, слушайте Байлент Нест есть Есть шанс отбиться Но Если сделать 2 призма Например И попытаться Ну, на 2 направления Удар нанести Может и вкатить Как мне кажется Гиты открываются Так, два зила-то для 2 сталкера Все, вперед летит Сейчас гиты откроются Димага сзади бежит Димага сзади бежит Просто вот сюда Может прилететь Например Слушайте, бейнов маловато У Димаги и лингов Димага же видел, что гитов Только здесь 5 И все равно не готов Блин Ни хрена Так, прям на мейн залетает Скиллос До варп сейчас произойдет До варпи быстрее Юнитов Ты Я же говорю Походу 2-2 Да, здесь уже и давить некуда И нечем вообще Так, зилки до варпливаются Там бейнов уже пачка Просто нормальная 5 еще делаются 6 Будет 11 Соответственно Так, видит скиллос бейнов Сейчас надо просто И на мейн варпаться И сюда Куда-то заходи Зилков сплит, братюня Сплитит зилков Скиллос Нужен варп еще один И все Все, бейнов не сушите И не так все Хорошо, у Димаги Куда вы, камикадзики Не любят Они бейнов зила-то Ну а что делать Так, в итоге Что мы имеем 17 собак 9 королев Против 11 зилот Слушайте, зилоты мощны Как никогда, конечно Здесь Но Королев что-то многовато У Димаги Сейчас бейн доделается Еще Бейлинг зилков Минусуют С талкерами желательно Отойти Что-то скиллос не может Дожать, по-моему Похоже на 2-2 Еще и финал до конца Гейминговый Да, у нас получается Здесь какой-то Ну да А это гг Здесь после такого Провала пуша Тут уже ничего и не сделать Скиллос Будет вообще Ну тут вообще Жесть, короче Пора скиллос уливать Я уверен, что здесь нет смысла Сопротивляться больше У тебя у Димаги Технологии особо нет Но Просто дронов заказать И Димага будет царем В этой игре Скиллос пытается Еще, конечно Куда-то найти Вот А знаете, почему так? Потому что Скиллос, во-первых Здесь застройку полную Сделал Это уже странно Да, как бы Что на этой карте Полную делают застройку Несмотря даже на то Что здесь третий Нексус есть Ну тут сделки Сливаются Последние Во-вторых Скиллос слишком много Гейтов сюда поместил А надо было больше На мэне Чтоб здесь не видно было В-третьих Такой пуш Должен Должна призма прилетать И сразу же Варп должен идти Вот скиллос Надо было не париться Просто собаку убить Кровь сзади бежала Зилками, сталками Здесь разложиться Варпануть Держать здесь группу Залететь сюда Сюда подождать Варпа сюда Варпануть Сюда, сюда Ударить Это был бы лучший вариант Я думаю Но вот в такой ситуации Видите, ничего не проходит Вот сейчас скиллос Пытается развести Все еще Димагу Димага 50 Лимит 13 королев Куда там столько-то, ёма Королев Уже 13 штук Это жесть Одни королевы Уже зилутов Можно убивать В них там энергия Копится Блин, нереальными темпами Везде там Транцузов Много получается Димага и там И там Отбивается В итоге И вот все не верит Походу То, что проиграл Ну, капризму потерял Уже поверит Я думаю ГГ 2-2 Ну что ж Пятая карта Ничего Захожу в игру Сейчас Погодите Ребят Переоденусь Сразу Чтобы двигаться Потом Отоблен Очень долго Сегодня Стримлю Уже 10 часов Задолбался И захожу в игру Все Ждите Сейчас Буду changing Захожу 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 Зах Tar Продолжение следует... 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 Скиллз Так, ну тут третий демага Раскачет 38-42 Очень близкая ситуация по лимитам Почти одинаково Ну, я думаю, что демага сейчас может сыграть что? Он может сыграть Харас какой-то Плюс выход там после Таргита В Чаржи Архонов Вот как можно Такие убогие стенки делать Меня просто поражает Сегодня так уже кто-то чуть не отдался На такой стенке Я помню Здесь же адепт нихера не прикрывает Смотрите, здесь собаки могут мимо прям пробежать Него, блин Нужно еще пилон ставить И тогда только проход здесь нормальный будет закрыт Так, ну тут, понимаете Если тебе не пытаются забежать То я не проверь это, понимаете, никак Так, архивы темпларов готовы Все, сейчас пойдут Архоны В общем-то, вот Варпит Архонов, Зилков уже с Чаржи Там варпит, вообще Дестабилизаторов Харас Мы играли раньше с Тиранами В особенности Сейчас дестабилизаторов Подопустили, как бы И не играют Никогда Так, Гвазилка Два Архона Идет вперед Скилл, кстати Он сейчас Если закадешится варп Он может еще нормально Зиллотов здесь на варп Слушайте, а у Димаи Вообще нечем стричь Гидра прямо Отдается здесь На муве, реально Тока выходит И сливается Гидра Скиллос идет вперед Ё-моё, как Архон и Королев Прессуют Как они вообще Все здесь прессуют Дронов Димаг Уводит Как же криво Ну вот, чтоб Скиллос бы вот в этот степ Ударил бы Еще бы три дрона Минуснул Сто процентов Так, здесь на второй базе Прессинг идет Диллотов Архоновский Призму забыл Скиллос только попалил Призму забыто Короче, все забыто Ну, 12 дронов Димаг все равно Не досчитался И призму Скиллос успел Назад привести В итоге нормально Все здесь прошло 81-85 На 10 рабочих Больше укропся Ну, скиллос в общем-то Эту игру Как-то стабильнее Отыгрывает И похоже, что Димаги будет крайне сложно Здесь тащить Уже в этой карте Он пытается Вперед А, опять, кстати Шпилят Димаги Опять он пытался Со шпилем Скиллоса развести Но В этот раз Как бы здесь И Старгид есть И Архоны есть Как бы и Контрпуш Можно сделать Слегко достаточно Так Шторм заглавляется Скиллоса То есть не чувствует Скиллоса То, что Димагу Он почти убил Нафига ему делать Каких-то штормы Если можно Просто сейчас Пойти бы Добить было бы Дожать То есть Призма вообще Должна сейчас работать То есть Даже если бы она Слилась Например, эта призма Вот муту По она так же Спалю Можно ситуативно Было действовать Если бы она Где-то сейчас Летала рядом Просто, блин Видишь муту Варпанул пару Псиштормовяков Еще тройку Там два архона слил Здесь два есть призма Два слились Плюс зилки Четыре штуки С восьми гитов И отсюда подтянул Все просто Ну, через А клик Через Ф И все Убил как бы То есть А когда назад улетел Зачем ты вообще То есть Неоправданно улетел У тебя нету Мобильности То есть Мобильности Принятия решения Именно Чтобы импровизировать Прямо на ходу В итоге просто Стоишь дома Варпиш И чего это такое Так В этот раз Скилос По тоночку Батарейка Добавил Молодец Фениксов Добавляет Пусть чуть Призма На мэйт Полетела Через Собаку Прямо Вообще Откровенно Ну вот Пожалуйста Минус призма Демаги тут масс Масс мута Вообще Ну и чё Скилос Синий Чё ждёт Против такого Зерга Ну убил ты его Зачем там Никсуса Какие-то строить Ждать Пока тебя разведут Нафиг Муталис Не факт Что демага Разведёт Здесь уже И штормы И все дела И гитов Больше Но Грейды Скилос Делает Слабенько При этом Форжа Не работает Не знаю Чё-то Скилос Не то Делает Если он Проиграет Эту игру Только его Вина будет Ну и всегда Только вина игрока В основном Не бывает Конечно Доля удачи Там или Ещё что-то Можно поныть На баланс Но баланс Это вообще Последнее дело На самом деле В этом плане Бля Ну давайте Сейчас Демагу Дропнет В час В 12 часов Ночи Просто И будем Ждать Какие-нибудь Переигровки Ещё Нелепые Так Залетая Демага О Кораптора Мута Фениксы Набрасываются Сюда На вторую Фатонку Не напилил В итоге На халяву Рабочих Отдаём Где Штормы По Корапторам Хоть бы Скил Шторма Кинул Как же Долго Он Соображал Всё-таки В итоге Кинул По Кораптору Шторма Улетает Там Мута Улетают Корапторы Так Ну Фениксов Уже Много Скилл Добавил По идее Должен Со всех Сторон Отбиться Ну В атаку Пока Пойти Будет Чжло Ему Всё-равно Так Сталкеры Отлим Мута На Фениксов Прилетает Какой Архон Шторм Вики Стоять Сейчас Шторм Сюда Так Лёг Хорошо Мута Мута Имба Тупой Нуб Всем Помним Эту Штуку Про Мутов Имба Ну Выход Будет От Скиллс Нет Плюс 2 Не Делается Ни Хера Не Делается Вообще Так Пришел Скиллс На Крип Идет Демаги Ну Он Понял Какой Бред Демага Играет Честно Типа Ну Тока Рапторов Но Одну Игру На Халяв Выиграл Этим Билдом Вообще Странным Как бы Уже Успокоиться Пора Опа Сейчас Можно Вот Если Люру Да Демага Убьет На Морке Прямо Убил Да Люру Не вкопался Ни один Люркер В итоге Он будет Убивать Здесь Все На Халяв Здесь Демага Скиллса Засывает Карапторами Вообще Все Нексуса А Не Много Ле Он Нексус На Третью Здесь Феникс Они Делируют Ее Просто Всю Хотя Феникс Полетел Понапрягал Пока Здесь Убивают Так Опять Мутана Амэни Опять Можно Ее За Копочки Убить Было Кстати У Скиллса Апса Между Крочем Нет Да Демага Если Вкопал Ну Прикиньте Демага Ведь Не Видит Что Апсервера Нет У Скиллса Где Он Вообще Летает Только Дома Один Вообще Один Единственный И то Дома То есть Мута Могла Изменить Ход Сражения Конечно Она Все Не Убила Но Хотя Неск Умит Подряд Суже Хорошо Откуда Да Это Бомбануло Еще На Заре Вола Еще У кого Помню От Муты Я Не Помню Точно У кого У Кого Бомбануло И Здесь Не Закопан У Утро Этот Люфе Димаг 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 Переселяется Сейчас Ну А Че Толку Переселяться Могла Могла Еще Аккуратен Многие Люди Все Слишком Воспринимаю Близко Средством Так Ну Выпили Это Нексус Димага Не сдается Скиллс Нексус Убить Не может Димага Здесь Уже Сверху Живет 1500 На Две Сто Просто По Ресам Утопс Прилетел Люфера Убил Скиллс Так Здесь Хату Спалил Или Нет Спалил Хату Строющуюся Надо Или я Плечинок Забирал В такой Игре На самом деле Димага Сейчас Начнет Переселяться Димага Все Пытается А как Димага Собирается С этой Базой Разговаривать Ну вот же База Все Последняя База Скиллс Зажимает Это Победа Скиллс Ребят Я надеюсь Что 15000 Которые На турнир Задонены Были Это Не Какой-то Фейк А Настоящий Призовой Реальные Деньги Спасибо Всем Кто Поддерживал Турнир Поддерживал Меня И мой Канал Спасибо Всем Огромное Здесь Еще Пока Игра Не Кончилась Но Уже Подходит Конкурс Соответственно Хату Убивает Прям На Аморфе Тут Скиллс Демаги Демаги Что-то Летает Я не Понял В лоб Он Подраться Не Может Базу Эту Убить Не Может Надо Значит На ГГ Писать А Что Еще Делать Так Здесь Плетка Спорт Так Газ Падает Спорт Падает Зданий Все Меньше И Меньше Так Скиллс Летает Криптумар Убивает Чуть-чуть Караптеры Сныкались Надо Иллюзии Послать Куда Демаги Много Ресурсов Он Так Долго Ныкаться Посможет Вообще Но Фатонки То Вот Эту Хрень Караптерами Не Засышь Уже Как Там Здания На Мэне Получается Все Демаг Наконец-то До Этого Некусу Добрался Ну Тут Он Видит Что Все Прикрыто Везде Архоны Пениксы Так Идет Вниз Везде Демаг Вхат Настраивает Миллионы Дегеград Спешит Демага Понял Что Не Пробить В итоге Ребята Всем Спасибо За Внимание Короче Ребят Все Всем Спасибо За Мя Увидимся Стоп Делаю Короче Выкладываю На Ютуб И Сваливаю Вам Спасибо За Внимание Увидимся Ребята